Берём пример снегирийского разработчика и программируем на кнопочном телефоне. Почему десктопные приложения на электрон — это полный отстой? Современная веб-разработка — то ещё приключение. Современная веб-разработка — погнали! — У меня в тот момент, когда я это говорю, была версия сказать «то ещё погнали», но почему-то я упростил всё, потому что я по Микеланджело отсекаю просто всё лишнее и оставляю только то, что надо. — Я думал, хотя бы современное «погнали», «то ещё погнали», чтобы же максимально было бредово. — Не, ну это когда вот Вадик Авдеев начнёт свой подкаст записывать, он так будет делать стопудово. Короче, всех рады приветствовать, с вами подкаст «Суровый веб», проект «Ювеб-дизайн», сегодня выпуск номер 182, на часах 23 октября и полдвенадцатого вечера по Челябинску. — Да, я надеюсь, что в этот раз вас устраивает звук. Не знаю, как это сейчас получится, как это будет происходить. Много чего может произойти, там метеориты, Челябинск, ну вы сами знаете. — Метеоризм может даже произойти. — Метеоризм, тем более. Ну, наш подкаст — это метеоризм, да. И вот интересно ваше мнение теперь по звуку, потому что мы сейчас чуть больше на секундочку потратили на настраивание звука, чем обычно. — Да, в отличие от нуля секунд, мы хотя бы две секунды на это потратили, и у нас был саундчек сегодня официальный. Поэтому все отзывы по звуку пишите в комментарии на всех площадках, где мы выходим. А мы на площадках выходим, если вы не знали. — Ну мы на лестничную площадку выходим. — А там первая темка, первая темка. Димон ее предлагает. Он, на самом деле, не то чтобы Димон, он D1I1M1O1N. И почему я, кстати, читаю его ник? Потому что я его вижу на сайте eobdesign.ru, где можете оставлять темы к следующему подкасту. — Причем он один из постояльцев, так скажем, нашего сайта, потому что он достаточно часто оставляет здесь всякое. — Да, и он оставляет темку. 95% сайтов в 2018 году в одном UX-ролике. — Что-то кошелек пока ни разу у нас не оставлял, он каждый раз с собой забирает. Ладно, погнали. Посмотрим, что тут. — Так вот, значит, видос. На самом деле здесь просто 44-секундное видео без звука, насколько я помню. И, может быть, это гифка вообще? — Ну нет, это видео без звука. И это просто как бы прикольчик, который вы сейчас посмотрите вместе с нами. Запускай, в принципе, что. — Ну давай, я запущу. И я вспомню, как заходить на сайты в 2018. Во-первых, кнопка «Войти». Во-вторых, уведомление блокировать, разрешать уведомления. Во-вторых, сделать стартовой страницей. На самом деле, я когда это смотрел, а я тоже это смотрел перед выпуком. Стартовая страница. Что, серьезно? Я вот давно этого не видел. — На 2018 тем более. То есть, ну, это было ранее, там, может быть, 4 года назад я еще где-то видал такое. Например, на Гугле. Но вот чтобы именно уведомления, согласен, вот уже на любой новостной портал. — Возможно, это... — Возможно, это... — Это Алды, возможно, делали. — Алды тут, стопудово, да. Все спортсмены здесь. Короче, давай дальше смотрим. Наш сайт использует Куки, это классика. Подтвердите, что вам 18 лет. Уже даже на Ютубе такое есть, если ты не залогинен, там уже предлагают подтвердить. Ну и на других сайтах, не столь отдаленных. Через ВК просят зайти. Тут дату написать, это как в Стиме. — Да, ну потом город написать. — Ну, подожди, сейчас я не дошел еще до города. — А, да, да, точно. — Ну, это, опять же, это каталоги всякие, типа там, технопоинты. Это, к сожалению, не реклама. — Подпишитесь в нашу рассылку, чтобы не пропустить важное. — Кстати, у нас будет целая темка сегодня про модалки. И да, там как раз, ну, утрируют всю вот эту эпилепсию, которая происходит с модалками периодически. Включил дальше. — И после этого, да, 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 консультант Мария. И кажется, а подожди, вот, кстати, я ни разу не видел, кажется, у вас включен блокировщик рекламы. — Я видел, ну потому что ты, наверное, без блокировщика рекламы. — А, да, я же его просто не включаю, да-да-да. А как они это понимают, интересно? Просто видишь, что там от блока JS подключено. — JS, наверное, который режет, да-да-да. — Ну, прикольно. Ну, или там они знают, по каким методам это происходит. И что, подожди, когда ты жмешь на вот такую кнопку «отключить», он реально открывает менеджер расширений? Или, типа, что происходит? — Я не помню, по-моему, он реально отключает на этом сайте или что-то такое. Я не помню, честно говоря. Я ни разу или не нажимал. — То есть обычно есть еще крестик, типа «идите нахрен». — Нет, оно тебе просто не покажет «идите нахрен», как бы. Ну, ты тоже идешь нахрен, он тебе не покажет контент какой-то. — А, то есть это не то, что просьба, а это именно... — Это заставление. — Ух ты, ёкарный, не видал, действительно. Надо, хочется иногда такой экспириенс словить, но это как экспириенс без джаваскрипта жить. Как бы хочется, но не можется. Вот. Ну, консультант мобильный, это, конечно, да, это... — Тоже классик. — Знаешь, на чего это все мне вот напоминает, что это? Не просто сайты в 2018 году, но еще и до некоторого времени наш подкаст, где, как говорил один из тоже подкастеров, так скажем, один из известных чуваков в YouTube-тусовке, так сказать, IT-YouTube-тусовке, у вас реклама, реклама себя, потом снова реклама себя, потом вы рассказываете про себя, потом у вас реклама себя. Вот это такое чисто, что... — Да-да-да. — Знаешь, если бы мы сейчас сказали, что, ну, это Zorax был, я думаю, уже половина никто и не вспомнит, кто это такой. — Да, поэтому я очень долго для деток, если Old'ы не тут, то я очень долго для деток пояснял, кто что там. — Главное, чтобы куколдов тут не было. А по поводу вы нашли, что искали, это вот на Intel'ах, на всяких таких технологических сайтах, на Microsoft'е, когда ты именно заходишь в официальную техподдержку, не в смысле прям сам пишешь тикет, а смотришь уже готовые тикеты, как на Stack Overflow, типа там ошибка Windows Update'а, там 0x, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот там тоже вы нашли, что искали? — Да, да. — Ой, что-то пошло не так. Забудьте подписаться на соцсети. Кстати, у нас в чатике... — Я думал, кстати, подписывайтесь на нас, я думал. — Да, значит, хоп, поверх подкаста всплывает. Надо, знаешь, я здесь маркеры поставлю, просто ютюбовскую рекламу воткну по бреду. Ну, просто чтобы насолить, так сказать, подписчикам. А я хочу их иногда насолить. Так-то я их люблю, но просто это смешно будет. Кто-то нам писал, ну, хотя кто-то, Костя нам писал в чатике, что UX Live в последнее время что-то сильно вирусится. Ну, и на полном серьезе он активизировался. То есть я-то сам не подписан именно на канал в телеге, на UX Live. Сань не подписан, и он говорил, что типа... Он скидывает периодически, и он там скидывал уже практически там, что это, меня закрывают чуваки там в тюрьму. Или что-то там какой-то бред реально был. Ну, я сейчас не буду искать, мне просто лень. Но было что-то. И то есть он реально аж на пикабу выкладывает хрень. То есть он прям по полной вирусице и хочет, чтобы на него все подписывались. Какая у нас тоже реклама UX Live получилась, по факту. Тоже завирусили, пацана. Ну, просто... А что там такого-то? Что про что читать? UX Live это чего? Кто? Что чье? Что чье, во-первых? Что UX, а что Live? Я вот об этом. Да просто... Ну, это не Live, а Live. Давай для начала. UX Live. Ну, то есть там V на конце. То есть UX Живи. И там в основном шутеечки и мемасики про UX. Но в том числе там в стиле Лебедева всякая хрень написано. Типа там вот тут вот полное говно. Ну, вот подобные темы. То есть это все-таки авторский блог скорее, чем просто агрегатор каких-то мемасиков. Вот. Но... Да. То есть... Я не помню. Может быть там какие-то они там вебинары проводят, что-то еще. Но, по-моему, просто вот именно они блогерством зарабатывают. Или он, или они. Я не знаю там сколько человек этим занимается. Но с учетом того, что даже на Пикабу они выкладывают, и у них здесь 7 тысяч плюсиков. Я так понимаю, что 7 тысяч плюсиков это даже для Пикабу неплохо. Ну, да. Ты в курсе Пикабу? О каких цифрах здесь вообще идет речь обычно? Не знаю. Давай я перейду в горячее сейчас. Ну, да. Вот 11 тысяч максимум. 9. То есть 7 тысяч это практически топ-5. Топ-5 постов. Вот. Поэтому... То есть он топ-5-ич. Пикабушич, да. Пикабушич. Поэтому, ну, прикольно. Но вообще, если возвращаться именно к... Что из всего вот того, что мы увидели в этой гифке, лично тебя бесит больше всего? Меня лично больше всего из представленного в этом видео бесит Куки. Честно. Не знаю почему, но каждый раз на каких-нибудь Blizzard сайтах условных вылазит эта хреновина снизу. И ты такой вроде... Да, вроде, ну, нахрена, чуваки, ну, я все понимаю, ну, Куки, ну... Нет, так вы просто... Вы используете уже Куки. Вы запишите, мать вашу, в Куках, что я уже ознакомился с тем, что вы юзаете Куки. Реально. Blizzard сайт — это один из немногих, на котором это каждый раз всплывает. Вот я прямо сейчас зайду при всех на blizzard.com. Ну, давай, давай. И там стопудово это вылезет. Хотя я там еще сегодня утром был там и логинился. Блин. То есть ты не вылезал? Не вылезал. Чуть-чуть. Ну-ка, давай посмотрим Кукисы. Раз уж у нас здесь технический подкаст, мы умеем смотреть Кукиши. Кукиши. Храним еще файлы Куки. Так. Blizzard. Так. Ну, причем здесь нету именно такой Кукиши. А подожди, а Local Storage? Local Storage можешь посмотреть? Ну, давай посмотрим Local Storage. Кукис agreed, да, да, да. И таймстэмп, когда я согласился с Куками, в Local Storage лежит. Ну, видимо, в Куках непосредственно лежит какая-то именно трекеры. Какие-то Optimize End User. Там торрент трекеры, скорее всего, лежат. Там моя локаль лежит, что я ру-ру. Ру-рушич. Ну и да, ГА, типа Google Analytics и всякие Google ID и так далее. Вот это дерьмо. Ну, с близы стопудово собирают кучи аналитики. Хотя в Local Storage у них тут много всякого. Хотя тут в основном касается, что какой у меня View открыт, какие у меня Layer Map, Session State и прочее. У них тут, видимо, не сайт, а полный SPA. Просто с сервер-сайт рендерингом. Так, да, да, ты что хотел? Там до свидос. Я помню, мы с тобой здесь в этом же подкасте обсуждали. Нет, у них здесь особо нету. Есть аналитика Optimizely, Sysmac, какие-то Advertising Networks и Nginx. Все, у них здесь нет никого там React или Vue.js сразу, сходу. Ну, наверное, да, у них много все равно здесь всякого. Я к чему? Я к тому, что мы с тобой здесь обсуждали, что именно сайты игр про WoW, они все все еще там чуть ли не таблицами верстаются. Во-первых, потому что они хотят, чтобы максимально красиво все было, вычурно, со всякими там, ну, ты понимаешь, этими обрамлениями, картиночками. Ну, именно игрово должно быть, именно в стиле игры, как бы. Видишь, они все-таки переверстали под мобилку, они же делали, переделывали сайты по-всякому, и WoW в том числе, да. Вот, я просто, и кроме этого, они еще хотели сохранить аудиторию вообще всех Ешников даже, чтобы все, кто решил вдруг внезапно им дать денег, получили такую возможность реально. У меня World of Warcraft.com не открывается, видимо, Роскома. У меня тоже, у меня тоже, не шучу абсолютно. Я думал, у меня что-то с интернетами, а это похоже у всех с интернетами. Нет, видимо, у меня тоже, да, что-то с интернетами. В общем, вот такая первая тема. А, кстати, отвечая на твой вопрос, да, мне тоже кукисы, точнее, отвечая на свой вопрос. Почему? Потому что они из всего представленного реально почти на каждом сайте. То есть, если что касается геопозиции, это в основном магазины, подписки с ньюслеттерами, это в основном зарубежные там сайты, ну, с темками нашими всякими. Если говорить про этим, пуш-уведомления, это в основном новостные всякие. Но вот кукисы, они сейчас почти везде, потому что GDPR, GDPR, и он обязал всех об этом сообщать. Да, у нас следующая тема будет про как раз модальные окна, я обещал. Но перед модальными окнами мы вам расскажем про нашего главного спонсора. Наш главный спонсор SmartApe, один из хостинг-провайдеров наших российских, который соответствует 152-му федеральному закону. Очень классный хостинг. То есть, GDPR в России, так называемый? Да, да, GDPR в России полностью проходит. Можно даже о куках не сообщать, только на SmartApe хостите. Вот, да, только на SmartApe хоститесь, и нормально все будет. У них, кстати, новый дата-центр, у него уже теперь Тир-3 уровень. И DataPro называется, если мне память не изменяет. Да, DataPro. Он, кстати, в Москве, то есть, нихрен собачий. Тут можно посмотреть на картинках, там просто все настолько гениально построено. Там отдельные линии питания, отдельные охлаждения, там коннекты, там до гигабита можно купить себе. То есть, там, конечно, просто... Я бы сам жил в таком дата-центре, если бы там не была 24 на 7 охрана помещений. Вот у меня... Там, наверное, еще и холодно. Ну да, скорее всего. Там, между прочим, биометрическая идентификация. Практически по отпечатку пальца надо заходить в сами дата-центры. То есть, там все серьезно. На улице авиамоторной 69 в Москве. Ну, я знаю, там, где была трагедия на авиамоторной знаменитая, где чуваки там из метро выходили или входили в метро, и давка была дикая. Когда был пожар или что-то такое. Ну, поправьте меня, кто знает историю Москвы, так сказать, и метро Москвы. Да, я вообще не знал. На метро авиамоторной, чтобы ты понимал, в 10 кварталах. Ну, я знаю, это где мы с нашим с тобой знакомым, который с длинными усами, покупали айфон, и у нас там пацаны нас наигрывали на деньги, так сказать. Именно на этой станции. Хорошее место для того, чтобы... Смотри, какие у тебя вьетнамские флешбеки-то. Хостинг наш здесь ни при чем. У него все классно. В дата-центре, если бы вы телефоны покупали, вас бы никто не тронул, потому что там супер защита. Но я-то к чему? Я к тому, что у них новая услуга. Мы уже в прошлый раз о ней говорили, но я считаю, обязательно об этом повторять теперь каждый подкаст. Сверхбыстрый ВПС на NVMe SSD-шках. NVMe – это SSD-шки, которые напрямую в PCI-экспрессную шину ставятся. За счет этого мы можем достичь 3500 мегабит в секунду на чтение, и 2500 примерно до 2800 доходят на запись. О таких цифрах вы могли только мечтать до этого, а теперь они стали реальностью. То есть 680 тысяч IOPs на чтение, 305 тысяч IOPs для записи. Это если вы админ, вам должно это хоть о чем-то договорить. Кстати, виртуализация КВМная. То есть это не то, что на базе… То есть не как безлимитный хостинг вы ресурсы делите. Здесь реально вам все, что выделено, все ваше. 8 гигов оперативки, 8 ядер проца. Все можете использовать, так сказать, по назначению и наслаждаться. Кроме этого, можно разместить даже собственные сервера, можно арендовать. Можно облака даже. Для тех, кто любит облака поднимать, то есть on-demand, что называется. Когда надо, поднял, отработал, приложение потушилось. Можно даже облака заказать. Причем у облака как раз можно выбирать интернет-канал до гигабита. Можно разные операционки ставить, даже Windows Server, прости господи. Даже Windows Server 2016. Кто понимает, это последний релиз в Windows Server всяких делах. Это прям круто. И причем самое главное – цены. SmartApe – это один из единственных хостингов, во-первых, который предоставляет даже на NVMe хостинг тест 10 дней. За 10 дней можно уже все деньги успеть заработать и не заплатить за хостинг, пока ваше приложение там крутилось. Поэтому, во-первых, задумайтесь об этом. А во-вторых, обратите внимание, что цена, если оплачиваете на полгода или год, будет со скидкой 30-50%, соответственно. Это практически даром, по моим подсчетам. Поэтому я считаю, что… У нас же реферальная ссылка есть, я напоминаю вам, что uwebdesign.ru slash smartape. Так что если вы вновь… Да, я правильно поправил. Ссылки все in the description box below, а ссылки будут ввести на uwebdesign.ru slash smartape. Конечно же, конечно же. Потому что… Хотя, может быть, мы даже просто реферальную положим, да и все. Дойдем уже, а скотинемся. Зачем нам проксировать всех через наш сайт? Кому он нужен сейчас в нередизайнутом виде? Прямо сразу на smartape положим ссылку, чтобы люди могли сразу… Чистейшая? Читать, да. Чистейший экспириенс словить и наконец-то заказать себе хостинг на NVMe и SSD-шках. Мы, кстати, тоже на него переезжаем. Я думаю, в ноябре будем работать уже на нем, поэтому не переключайтесь. Он просто недавно появился. Не то, что мы ленились там, чтобы перенестись, а просто это реально горячие пирожки для вас, уважаемые подписчики. Пу-пум, отсечечка. Neuron Insomnius. Я доскал. Да, хорошая отсечечка, да. Главное, чтобы паузу не пришлось сделать после такой отсечки. Neuron Insomnius нам предлагает темку, причем еще к прошлому выпуску, но интернет-то все помнит, а наши темки для темок тем более. Поэтому скриньте. Почему чаще всего модальные окна ухудшают UX? Как обойтись без них? И если их использование неизбежно, как правильно их реализовать? Сайт modelsmodelsmodels.com. Выглядит как эпилепсия, если честно. Но в этом и суть. Ну понятно, он, да, он типа нас заставляет прям стиснуть зубы, ознакомиться с контентом, и чтобы у нас модалки ассоциировались вот с этим досвидосом. Я думаю, да, дело в этом. Я, кстати, его во многих рассылках видел. То есть Neuron Insomnius не совсем оригинален в своей предложке. Если бы он нам ее не предложил, я бы все равно ее включил в подкаст, потому что... Ну она много где была, действительно. И тут у нас прям даже подмененный курсор. Это прям прикольно. Я помню, я ванговал, что грядет эра сайтов, на которых будут подменять курсор. Примерно как в Винде можно было там подменять еще, начиная с Windows 95. Может быть 98, поправьте меня, кто в курсе. Здесь типа модалочка такая, help. И она просто на самом деле нас вниз ведет, причем не плавно скроллит, а прям явно кидает, так прям вырывает из контекста и показывает вот этот вот сайтецкий, на котором написано, что модалки — это просто избавление, это костыль для тех, кто беспонтовые дизайнеры и разработчики. И несмотря на то, что есть какой-то смысл в модалках, есть хорошие способы, как их использовать, в основном все модалки — полное говно. Ну здесь характеристики, что они смущают, слишком часто используются. Очень плохо accessible, то есть нельзя затабаться на крестик, нажать Enter и скрыть его чисто клавиатуры. Надо искать мышку, а модалка, как правило, такая большая, яркая, что на ней курсор теряется, там хрен найдешь. После этого, когда модалки всплывают, это ладно, есть те, которые сразу кликнули куда-нибудь в бок, и она ушла. На самом деле нет, большинство модалок, они реально блокируют просто нажатие на родительское, так скажем, окно, откуда они были вызваны. Пока ты с ней как-то не провзаимодействуешь, хрен она уйдет. Ну и, как правило, контент, который на ней находится, он сомнительного качества, потому что, ну здесь прямо в шутку написано, что никому кроме вас ваш newsletter нахрен не уперся, потому что, ну зачем? Вот, здесь, конечно, написаны варианты, как же избежать модалок, то есть, либо немодальные диалоги, просто в сайтбаре какой-нибудь появился, такой нотис небольшой, ну и вот там можно это написать, типа того. Можно прям инлайново, где-то в месте контента, чтобы хоп, у вас параграф такой появился, знаешь, как на тяжурной, или где-то реклама, хоп-хоп читаешь, хоп, между параграфами раздвинулась реклама такая, и заставляет тебя посмотреть. Вот так же, только нормально, только модалку. Ну и там с каким-нибудь уведомлением, типа стопудово да, или стопудово нет. У тебя сейчас был звук такой, как будто ты с Touch ID расплатился. Нет, это я ставлю приложение с Touch ID. А, да, ну просто звук примерно такой же, как будто ты именно на кассу подошел и терминал я платил, я думаю, нихрена. Было бы, конечно, круто, если бы у меня дома были терминалы, я тут платил. Я бы сразу junk food покупался, how? Вот да. Расширяемые элементы, типа аккордеонов, всяких вот тулбаров. Я бы, если честно, не голосовал за аккордеоны, терпеть их не могу. Согласен. Мне кажется, это еще хуже, чем модалки, ну да ладно. Табы я еще приемлю. То есть табы, как у Smart Ape. У них есть табы преимущества, надежность, удобство, в которых реально расписана инфа, и чтобы ее длинной кишкой вниз не уводить, это разделено на табы, это удобно. А аккордеоны вот эти, которые еще на каких-нибудь библиотеках, которые лагают 10 кадров в секунду, это, конечно, нет. Ну и самый классический момент, это просто перейдите вы на новую страницу. То есть как бы иногда модалки делают там на добавление, там пользователь, ну то есть админка, да, управление, и какой-то экшен на добавление чего-то обязательно всплывает с модалкой. Ну сделай ты переход на новую страницу. Зачем это делать, модалка? Если все равно ты не вернешься назад, пока не добавишь, а если даже и можешь вернуться, не добавив, ну кнопка назад в history должна сработать, кнопка стрелочка влево там на самом новой этой странице тебя возвращает. Ну то есть абсолютно необязательно использовать в данном случае модалку, потому что это pain in DS полный. Ну и дальше здесь есть советы, а как же сделать хорошие модалки, если вы уже вынуждены ее использовать? Во-первых, нужно сделать, чтобы она легко закрывалась. То есть эскейпом первое, второе кликнуть куда-нибудь вокруг, и третье это большой крестик, не маленький, который еще... Вы сможете закрыть через 15 секунд, а реально большой крестик, который сразу вам позволит все закрыть. Кстати, вот эскейпом это круто. Это вот как будто люди еще в начале 2000-х или в 90-х застряли в играх, и они всегда на паузу ставят эскейпом, чтобы там передохнуть или что-то еще. Вот эскейпом модалку закрыть, я бы даже не додумался, если честно, попробовать. У меня просто рефлекса такого нет, именно в браузере эскейп юзать. Что вот сделать сейчас эскейп? Вот я сейчас жму эскейп. Ну это смешно. Ты сейчас... Главное стрим, точнее подкаст, не сверли. Это было бы смешно, если бы именно скринфлоу был забинден на эскейп, и причем выход без сохранения бы сразу. Это нормально было бы, да. Следующее это single purpose. Сделайте так, чтобы модалка служила всего лишь одному какому-то действию. Не то, что открывается модалка, и там можно сразу и на ньюслеттер подписаться, и, кстати, у нас есть соцсети, и, кстати, а вы в Москве, и там, ну вот все вот это. Лучше модалка открывается, да, нет, и все. То есть вот как-то так. Причем следующий совет это keep it short, то есть краткость сестра таланта, я так это перевел бы. Вот. Это значит, что реально да, нет, и все. То есть без шолохова и тихого дона его. Ну и следующее accessible, accessible, accessible. Очевидно, что нужно, чтобы все там табалось между ним. То есть если там да, нет, чтобы это было не просто, знаешь, я сейчас вспомнил вот такую технологию из начала 2000-х, опять же, image map. Это когда ты HTML, image, располагаешь, и у него на сегменты разрезаешь, типа, что клик по левой части, там, это такая-то ссылка, по правой части, это другая ссылка. Вот. Это не accessible, потому что это нельзя табом сделать, там, и интером нажать. Это бред бредовый. Поэтому, вот. Ну и don'ts, это естественно. Не надо делать модалки в модалках. Это понятно, потому что запутаешься, какую закрыть, какую не закрыть. Не надо делать fullscreen модалки, потому что уже просто перейдите на другую страницу, и все. Не надо делать модалки из нескольких шагов. То есть, знаешь, ты как заказ на Амазоне, когда ты именно там шаги заполняешь, сначала, что купить, потом доставку, потом оплата, а потом, типа, чек. Вот не надо это делать в модалке. Скорее всего, это реально несколько страниц. Self-spawning models – это те, которые ты зашел на страницу, и если вдруг курсор выводишь со страницы, там, типа, хоп, вы что, собираетесь уйти? Попробуйте нашу 60-процентную скидку на кусок говна, который вам нахрен не нужен. Вот это вот не надо. Это тоже bad practice полный. Ну и marketing models – это, опять же, то, о чем я говорил. Типа, ребята, никому кроме вас ваш newsletter нахрен не упал. Вот как-то так. Ну и тут в самом конце на эпилепсном фоне. У тебя, Никит, есть ассоциации с этим эпилепсным фоном? Вот с этим вот в конце? Ну, только если шашечка на кедах, ой, это ты в 2007 возвращаешься. Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год. Смешно было в прошлый раз. Я надеюсь, кто-то хоть поржал. Плюс в чат, если поржали. Именно в чат. В чат, да. Ну, а вдруг мы... Ну, как не вдруг? У нас же теперь подкасты в формате премьер выходят. Я думаю, здесь будет кто-то в этот момент смотреть и плюс в чат таки поставят. Ну, это они красавцы будут, да, согласен. Так вот, у меня, знаешь, с чем ассоциация? На Nintendo Entertainment System у меня был Капитан Америка игра. И, по факту, там ты не только за Капитана Америка играешь, ты еще за Хоу Кая играешь. И там еще сначала вы по карте Америки идете в разных локациях, потом вы можете совместиться в одну, и буковка А будет ходить, потому что Avengers уже. Ну, ты причем рассказал даже в этом подкасте про это, так что да. Вот, и там были именно бонус-уровни, только не бонус-уровни, а типа ты когда, вот между локациями есть типа буря. И это буря, это ты туда идешь, и там куча врагов на тебя бежит. Кажется, что они бесконечные, но на самом деле нет. То есть, если там два типа бурь, первое, это реально враги, тупо с автоматами чуваки, и там надо просто там 20 человек убить, и ты прошел бурю. Вот. А второй, это типа какой-то то ли мутант, то ли робот, который кидается бочками, и там его надо именно по-особому взрывать. Надо, когда он берет бочку, стрелять в бочку, чтобы она у него в руках взорвалась, и так тоже там 20 раз. В итоге он умирает, и все. Я к чему это вспомнил? К тому, что вот эти бури, они именно вот на этом шашечном фоне происходили. Угу. И, ну то есть, кто знает, тот поймет. Оно прям вот, оно максимально тебя в стресс выгоняло. И так как бы буря, и так все плохо. А еще и вот такое дерьмо. Да, и так, когда уже ближе к концу игры, там в бурях не просто с автоматами выбегали чуваки, а еще летающие чуваки на джетпаках, которые самонаводящиеся ракеты в тебя кидают. То есть там и так ты уже хочешь наблевать от того, что тебе тяжело. Еще и вот эти шашечки, они там еще двигающиеся. То есть там шашечки, стены, которые уходят в пол, как бы заворачиваются, и пол, и пол, и стены отдельно еще двигаются, и там еще... Вот такой алерт, 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 вот такие звуки. Короче, это прям, после каждого можно было футболку выжимать просто насухо. Ну это неплохо. Тоже у меня сейчас вьетнамские флэшбеки немного возникли. Прикольный сайт, спасибо Нерону Инсомниусу за темку, я надеюсь, мы ее развили достаточно плотно, именно плотно, и пойдем дальше. Да, пойдем дальше. Следующая тема, она нам тоже предложена, она нам тоже предложена, причем... Тоже Нероном Инсомниусом. Тоже Нероном Инсомниусом, да. История про... Вы не думайте, он не из смарт-тейпа. История про простого школьника из Нигерии, который выбился в люди, разрабатывая сайты на кнопочном телефоне. Правда, старая статья, говорит Нероном Инсомниусу, но ничего, старая, это не значит, что плохая, правильно? Да просто это смешно, она на самом деле декабрь 17-го, то есть это не так старо. Если бы она была 2007-го, опять же... Я могу вам сказать только одно, никто никогда не вернется в 2007-й год. То как бы тут, да, старая. Тут уже не вернуть его, не вернуть, да. Короче, на самом деле это с Free Code Camp, как я вижу, перевод. Статья воодушевляющая. Чувак, видимо, из Нигерии, я хочу подчеркнуть. Причем, парнишка из нигерийской деревни, то есть в Нигерии есть еще не только деревни, но еще и развитые города. Как вы могли бы запутаться, но тем не менее. Так вот, ему сейчас 19, ну, 2017-го он был, 19, и он разработчик Android, на Android. Не разработчик Android, а на Android пишет приложение. И он уже сейчас... Если бы он был разработчиком Android, это бы объяснил, почему там так багов много периодически, но надо лазить. Так вот, и он уже сейчас работает, мне нравится, что здесь написано в стартапе МТИ, но это, наверное, МАИТ или нет? Я перешел, нет, я туда перешел, там реально это сайт стартапа, но в самом низу в графе спонсора значится MIT. Возможно, все-таки перепутали. Ну, короче, наверное, по-русски это МТИ расшифровывается, по-английски MIT. Стопудово, Массачусетский технологический институт, ну да. Да, ну и, короче говоря, он что, самое главное, как он поднялся. У него вообще раньше, очень давно, очень-очень давно, было мало бабла, значит, он жил, сами понимаете, нигерийская деревушка, все такое, и он начинает рассказ с того, что он очень хотел, ну, всегда интересовался играми и всяким таким, и хотел научиться писать сайты. И зашел, просто написал, типа, в гугле, как научиться писать сайт, как делать сайт, всякое такое. Ему первая из ссылок, естественно, была в А3C School. School. В А3C Schools. И он, короче говоря, не зассал, и прямо там начал учиться. HTML, CSS, все вот эти основы, JavaScript. И, кстати говоря, как вы понимаете, там надо было подглядывать не только, там же, наверное, это, я не знаю, за бабки, это курсы или не за бабки, но, короче, он подглядывал в другие еще курсы, просто чтобы вообще полностью багаж знаний получать. Но, короче, в какой-то момент он решил написать сразу социальную сеть. Во-первых, он посмотрел, короче, фильм «Социальная сеть», тот самый, голливудский. Вот. И решил стать таким же Цукербергом, вот, несмотря на то, что он из нигерийской деревушки. И, значит, что далее? Что далее? Что далее? Он, тут зачем-то проведена, ну, то есть, не зачем-то, понятно, к чему, но, типа, проведена диаграмма Дайнинга-Крюгера, эффект Дайнинга-Крюгера, что чем меньше ты знаешь, тем больше ты, кажется, что ты суперосведомлен, но чем больше ты в опыте начинаешь по опыту, как бы, понимать, тем больше ты понимаешь, что ты меньше знаешь. Ну, короче, вот эта вот тема. Так вот, я к чему все. Он написал свою социальную сеть, реально, это, я напоминаю, пока ничего не сказано, никаких деталей не сказано, просто написал свою социальную сеть, еле-еле привел туда там 200 пользователей, условно говоря, и никак их не мог удержать, то есть у них там ретеншин был ноль, условно говоря, не возвращались чуваки. Он вообще такой думает, блин, столько сил убил, а нахрен никому проект не нужен. А потом, говорит, ну, он обдумал ошибки, и даже другой проект еще начал делать. Делал его на Java, другой проект следующий, тот был, понимаешь, HTML, CSS, JavaScript, а этот уже на Java. И он делал его для смс-ок, короче, рассылка смс-ок нескольким людям, там не суть. Суть в том, что это все было на Java, и проект назывался XMX.me, и, короче говоря, чтобы ты понимал, все это он писал на кнопочном телефоне. То есть он несколько проектов, таких, ну, мини-проектов, понятно, что это, типа, практически Hello World-ные проекты, хотя, я так понимаю, он много сил на это убил, он все это писал на кнопочном, мать его, гребаном телефоне. Он здесь прикладывает фоточку Nokia, на которую он писал. Короче, Nokia 2690 ему подарили, семья супер бедная, как бы, ему подарил какой-то там из родственников телефон, но ноутбук у него бабла не было, и он писал все это на телефоне, короче, и иногда ходил в компьютерные, типа, клубы, чтобы, короче, во-первых, научиться работать с компьютером, а во-вторых, ну, это реально он так пишет, а во-вторых, короче, ну, подчекать, как у него вообще, как скомпилилось, так сказать. Потом, позже, он понял, что все, досвидос, на телефоне невозможно работать, надо что-то делать. Он уже запустил XMX, по-моему, Mi, и он даже понравился какому-то количеству людей, они вроде даже пользовались, и вроде как все еще есть какие-то там отзывы о его проекте. Ну, короче, в общем, у него там какие-то маломальские бабки чуть-чуть появились, но этих бабок все еще было недостаточно, чтобы в нигерийской деревушке купить ноутбук. И он, короче, максимально уже ужался, то есть он, наверное, вообще не ел, а после этого он стал, наверное, выблевывать уже себя и продавать органы. Я хрен знает, что он стал делать, потому что он уже вообще ничего не стал тратить, а самое главное не стал тратить на компуктерные клубы, бабки. И задружился с каким-то чуваком в Фейсбуке, а видимо на таком телефоне, как Nokia 2690, есть какой-то выход в Фейсбук. Ну, я надеюсь. Если он там компилировал G2ME проект, он мог фейсбучнуть немножко и подружился с чуваком, который просто которого просил условно каждый вечер чекать его сайт. Что там? Типа, как выглядит? И тот с компуктера, с богатеньким, Буратиной, видимо, задружился, и тот чекал его сайт, что у него происходило. Короче, тем самым, тем самым, он смог сделать, по-моему, следующую какую-то хрень. Короче, смог заработать бабла на ноутбук, это самое главное. Пошел, купил ноутбук, короче, стал уже крутым пацаном и решил, ну, уже реально учиться нормально программировать. Он все, короче, понял, что так как Java это его тема, раз он немножко ковернул Java, то он, короче, пошел в Android, естественно, разработчики и стал немного еще что-то пописывать, именно пописывать. У него был еще какой-то там, ну, мини-стартап проект такой, ну, типа сам с собой его делал. В итоге, короче, самое главное, что в итоге. Он увидел такой проект, который делает MIT, тоже про обучение чуваков Android и всякому такому, короче, и понял, что, блин, это нормальная тема, потому что я сам все вот хотел научиться, короче, не мог, а тут можно помогать таким же чувакам, как я, короче, но, говорит, у меня был суперкомплекс типа новичка или как-то так, типа чувака, который, ну, знаешь, который типа на самом деле из себя ничего не представляет, но думает, что что-то до хрена представляет. Я, да с видос комплексовал, типа посылать, не посылать резюмеху практически, ну, ссал по-всякому. А потом такой, да все, типа, что это же, меня там не убьют, я пошлю резюмеху, послал резюмеху, и в итоге его взяли вот в этот вот обучающий проект про Android от MIT. И, собственно, в нем сейчас хренач, вот 19 лет, и у него там до хрена каких-то там проектов на Android, при ложке пишет, и типа супер, короче, ну, супер, видимо, такой хороший специалист, раз они его типа взяли. Ну вот, чувак начал с телефона. Ну, обратите внимание, сейчас на картинке у него не MacBook, а какой-то виндовый, именно геймерский бук с красной подсветкой экрана. Ну, да, он, возможно, наслаждается. Но, кстати говоря, очень прикольная фраза, возможно, вам будет интересно, хочется это приложить к новости. Так вот, оглядываясь назад, могу сказать, в конце он пишет, что это было одно из лучших моих решений. За время работы в Don't Learn, в Dot Learn, в Dot Learn, простите, я значительно вырос как специалист и встретил много замечательных людей из МТИ, Гарварда и других классных мест. Пока все, что я здесь испытал, было увлекательно и здорово. От поездки на техкранч Battlefield я опоздал на рейс до того дня, когда я выяснил, что умею читать рэп. Он пишет, ссылок не будет. Ну, конечно, он может читать рэп, ведь он из нигерийской деревушки, как мы знаем. У них там в крови, это точно. Да. Ну вот, как бы, вот такая, короче, статья. Он, причем, он не зазнается. Мне нравится, что он здесь пишет, что я все равно осознаю, что это только начало пути. То есть, несмотря на то, что он уже, типа, крутой, он понимает, что наверняка он многого еще не знает. Несмотря на то, что он там целую соцсеть написал, хоть она взлетела, хоть не взлетела, это как бы все равно типа законченный проект, который, в общем-то, если бы там в него вложились, мог бы, ну, взлететь и быть понтовым. Поэтому, Ну смотри, тебя как вообще вот настраивают на позитивный лад такие статьи? Как ты думаешь? Вообще, есть какое-то вдохновение? Можешь ты рэп читать? Ну слушай, к сожалению, себя с ним не могу никак ассоциировать, по понятным причинам. Потому что, ну потому что он из деревушки, а ты нет. Ну и поэтому тоже, да. Но просто настолько не могу, что даже, я вот это прочитал сейчас как сказку. Знаешь, я читаю книги по Варкрафту. Вот я сейчас как книгу про Варкрафту это прочитал, причем абсолютно, даже книги по Варкрафту меня порой трогают больше, чем эта история. Я думал, они более реалистичны, чем эта история. Вот да. Ну то есть, это круто, что мне, ну самый главный момент здесь, это то, что он писал на телефоне. Это досвидос. Это я просто боюсь представить, это надо было каждый символ выбирать. А представляешь, там кудрявые скобки, там. Ну так, если подумать, если подумать, если не очень много кода писать, в принципе-то код, писать его не как книгу писать, не столько печатать, согласись. Ну то есть, типа, словно тысяча строк кода и тысяча строк в книге, это две разные значимости. Ну, для издания книги. Ну если ты не говнокод, а именно ты продумываешь, как где что хранить, как где импортировать. На телефоне ты продумываешь, потому что, чтобы не печатать. Вот. Поэтому, ну да, интересно, конечно, что за код у него там получался в итоге. Хотя, я даже не пытаюсь сейчас как-то там унизить его или что. Ну я понимаю, ты не придираешься. Нет, я не придираюсь, я именно, мне просто интересно действительно, как это получалось. Вот это вдохновляет, что, типа, вот если ты поставил себе какую-то цель, если ты очень хочешь ее добиться, то есть такая возможность, и это, да, это мотивирует. Но именно отправить сейчас резюме в какой-нибудь стартап MIT, нет, не мотивирует. Вот именно вот в этом вопросе. А, ну ты про последний. Ну это, здесь это не соль этой статьи, соль статьи, что чувак выживал, досвидос, без ноутбука. Ну это круто, это достойно только уважения и восхищения, и вообще, чувак очень крутой. А тебя? На что это? Меня, меня, про рэп больше всего зацепило, но, но вообще, да, я, я, понимаешь, я читал, именно я вот когда читал, я честно заголовок не прочитал по себе. Я читаю, 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 и там очень красиво как-то написано, хорошо переведено, и так написано, типа, я писал, типа, я, короче, делал социальную сеть, и такой, я думаю, ну ладно, окей, что, в принципе, делал социальную сеть, норм. Так вот, я это все делал на телефоне. Стоп. И там именно еще стоп, 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 стоп. На телефоне. Опять же звук пластинки. Я такой, твою мать, что, реально, вот на этом дерьме 26, 26, 90, там, это просто досвидос, короче. Вот этот баннер еще. Условно, на айфоне было бы намного проще написать, чем на кнопочном телефоне. Ну, конечно, на айфоне даже можно. Я на айфоне даже по СССРу к сервакам цеплялся. Это более, чем реально, и даже, как бы, можно. То есть, я бы даже это в аду не сделал отдельной пыткой, подключаться по СССРу с телефоном, потому что, ну, это можно сделать. Баннер здесь вот этот я увидел, XMXME, который. Сейчас бы, мне кажется, закрыли за такой баннер. Ну, согласен. Какое-то ЦП очень жесткое, но шрифтик прикольный, он как Симпсоны какой-то, вот нижний, или-то как Гриффины, ну, какой-то мультяшный. Он еще очень американский, скажем так. Вот прям хочется его на американские сайты поместить. Баннер или шрифт? Баннер. Весь. Ну, согласен, да, он безвкусно какой-то, безвкусно хреново, на нигерийский сайт не хочется поместить? Не знаю. Просто там еще, почему-то у баннера снизу watermark myhotcommons.com. Что, кого, не понятно. Телефоны такие я видел. У нас в школе у кого-то, кажется, даже были. Вот. То есть тут уже можно было именно играть в Java игрушки. Вот. Но то, что там что-то компилировать, это, конечно, это круто, это здорово. надо идти дальше. Давай. Но прежде чем идти дальше, хотя, что, я сначала скажу, мы будем разговаривать сейчас про электрон, про то, что приложения десктопные на электроне, они желают быть много лучше, скажем так. А перед этим мы расскажем вам о том, что вообще-то у нас есть страница на Патреоне. patreon.com.webdesign. Это место, где исполняются ваши мечты. Вы влияете... Ты имеешь в виду, Патреон, он не как электрон. Он, наоборот, делает жизнь счастливее. Он крутой, да. Он не отжирает все ваши ресурсы. Здесь должна быть картинка, как то, что Америка хочет отнять все наши ресурсы. Вот электрон хочет отнять все наши ресурсы, и Патреон нет. Он, on the contrary, очень крутой, потому что здесь вы можете нас поддержать, вы можете нам высказать свое вот не фи, а ля. А иф. Типа вот наоборот. Ну, это хорошее, да, сейчас хорошее. Иф вы можете свое высказать, тем более, что это приятно. Приятно, потому что здесь есть награды. Здесь есть награды, в зависимости от того, сколько вы нам занесете. Вы можете либо получить подкаст на день раньше, получить бесплатные стикеры, вы можете даже поучаствовать с нами в закрытом обсуждении. Кстати, там все больше и больше людей. Люди прибывают туда, и там уже просто, ну, миллиарды, я не побоюсь этого слова, уже больше, чем тараканов в Китае, которых они едят, и все равно их больше. Вот у нас людей там много, и интересное теплое ламповое общение происходит. В том числе говорим про редизайны наши, про подготовки к подкастам, люди, которые там, они могут влиять на темки. Они, собственно, как обычно, по традиции, минимум процентов 15 темок нашего подкаста, они из нашего патроновского чатика. Эти люди, которые без очереди попадают за колбасой, то есть темки предложить к нам, это круто. Кроме личных наград, если вдруг вы не эгоист, а хотите еще и помочь общему доброму делу, здесь есть goals, это цели, которые наш канал ставит перед собой, и они вот здесь в долларах, опять же, измеряются, простите нас, в 2К18. Здесь прям четко написано, если мы будем получать через патреон 300 долларов в месяц, то у нас появятся классные приветственные прощальные ролики там для подкастов, для других роликов. Если 400, то будут скетчи, если 500, то мы наконец-то вернем рубрику обзорных роликов про веб-технологии, сделаем ее еженедельно, будем каждую неделю записывать какие-то такие штуки, как у нас вот вышли недавно про WordPress плагин. Поэтому ознакомьтесь, зайдите на patreon.com.ru и помогите нашему проекту, возможно, именно ваша помощь будет решающей для достижения какой-то цели. Вдруг мы сделаем какую-то цель, что будем помогать программистам в Нигерии своими пожертвованиями. Кто знает. И такое возможно. Да, возможно. Ну а теперь непосредственно к сути темы про электрон. Нам ее Кири предлагает. Давайте немного унизим десктопные приложения на JavaScript. Статья с хабра. И здесь у нас, как вы понимаете, про электрон пойдет. Громкий заголовок, что-то я лишнее открыл. Громкий заголовок, электрон, это флэш для десктопа. Так. Это, естественно, перевод с блога josephg, josephg.com. Причем, как мы узнаем дальше, josephg, это не хрен собачий, это достаточно известный чувак, который... А чей хрен? Гугловый. Хромовый хрен. Он в команде хрома, в Core Team, и он пишет для него. Он напишет, почему в настольном приложении Slack, скорее всего, есть драйвер для работы игрового контроллера Xbox, и чего действительно плохого в использовании электрон для построения настольных приложений? Во-первых, я решил попрофайлить, попрофилировать вообще то, что происходит у меня на компе, то есть посмотреть статистику по использованию ресурсов, чего-то еще. Я обнаружил, что Slack занимает почти все ресурсы процессора. А что, говорит, он такое интересно делает? Ну и он увидел, что процесс запущен в фоне, и в фоне Slack минимум потребляет 5% процессора просто всегда. И он это, как и все мы, заметил от того, что кулера закрутились. Это уже даже стало нарицательным, закрутились кулера. Вот у него закрутились кулера, и перезапуск Slack решил проблему. Тут он понял, что что-то похоже не так в королевстве. И он задумался, что вообще-то же в Slack, скорее всего, даже сама команда разработчиков Slack не знает, что там. Потому что он работает поверх электрон, а электрон, это значит, что когда вы скачиваете его, вы на самом деле скачиваете полную копию Google Chrome. Скорее Chromium пишет примечательный, ну, примечательный редактор, пишет переводчик, который, собственно, свои примечания оставляет. Ну, неважно, Chrome, Chromium, вы поняли, целый двиган браузерный, который содержит в себе ни много ни мало 15 миллионов строк кода. Почти как 15 сантиметров, только 15 миллионов строк кода. У меня рот не закрывался. У меня рот не закрывался. Так я читал эту статью здесь. И Chrom сам по себе, тот еще, Боров, это именно перевод. Я не знаю, как там в оригинале, интересно было бы посмотреть. Ну, собственно, давай. Это единственное, что я посмотрю из оригинала, просто интересно, какой черт у Боров. Что там написано такое? Боров. And Chrome is a hug. Кроме шуток, кабанина. То есть, ну, перевели как Боров. То есть, кабаны Боров, Боров это же свинья? Ну, это, наверное, большой кабан такой страшный. Просто это, ну, не про корову, да? Не про быка, это именно про свинью. Ну, все правильно. Охренеть. Поэт, Джозеф Джита, поэт прям. Он большой и сложный, он использует ОЗУ и процессоры, как будто больше на них никто не претендует и сильно уменьшает время жизни от батареи. То есть, даже если вы думаете, что Slack это просто маленький JavaScript app, это ни хрена не так, потому что по факту он работает внутри целой, ну, типа виртуалки, но не виртуалки, а операционной системы. Chrome. А по факту вы запускаете хрень, которая просто чатик. То есть, это ИРК может быть. Ну, то есть, в ИРКе, конечно, нету предпросмотра. Почему вообще там электрон? Потому что, когда ты там какие-нибудь ссылки заставляешь, он их предпросматривает, отправляет запросы и так далее. Ну, не только по этому, опять же, ну, вот как бы это одна из причин. Поэтому, ну, и потому что это универсально. То есть, тебе не надо десктопные приложения на Swift разрабатывать или на C Sharp для Винды, а ты можешь просто JavaScript-овый app в Web Application завернуть в электрон, и он будет исполняться у тебя уже на хостовой операционке, то есть, на Винде, на Маке, наверное, даже на Линуксе. В общем, по количеству строк кода Chrome практически такого же размера, как ядро Линукс. Я паузу здесь специально выдержал по Станиславовичу, потому что мать его ядро Линукс. Я понимаю, что кроме ядра Линукс, там как бы, ну, на операционку много еще накидывается, но вообще Линукс это монолитная хрень, то есть, там большое ядро, а Chrome, он такой же. То есть, как и у ядра Линукс, у Chrome есть API для различного оборудования, включая OpenGL, VR, MIDI. Он содержит встроенную копию SQLite. Это такая SQL-ная мини-базочка, мини-субэдэшенька. Система управления памятей своей собственной диспетчер-задач. На macOS в нем даже есть драйвер USB для игрового контроля Xbox 360. В скобках я это знаю, потому что я его и написал, извините. То есть, он, кстати, также гонит и на другие электрон-приложения на его компьютере, как то Spotify и Atom, например. Ну, к счастью, у нас Spotify в стране не дают, а Atom я уже давно не использовал, потому что, ну, это смешно просто. Вот. Но мне теперь интересно, например, Zeppelin у меня есть. Zeppelin? Ты в курсе, Никита, что такое Zeppelin? Да, это хрень, чтобы дизайны выкладывать. Вот, макеты, да. Вот он у меня тоже есть, и мне кажется, он тоже электронный. Ну, как бы на электроне работает. Электронный, это смешно. Ну, ты видишь, приложение, ты можешь это все в браузере открывать. Ну, а будут ли у меня вкладки браузера в этот момент тоже жрать до хрена? Я думаю, они тоже будут жрать. Или ты думаешь, когда просто в браузере запущены? тут у тебя жрет, тут типа у тебя жрет просто электрон, потому что он машина для убийств. Понимаешь? Там видишь, VR, хрена, AR, там дополнительная реальность и не знаю, что. Но по идее в браузере у меня тоже оно все есть. Ну, да, но тогда тебе не нужен дополнительный электрон, как ты понимаешь. то есть, да. в Zeppelin ты вообще можешь открыть с Safari просто и все, и смотреть, и балдеть. Ну, мне просто приложение, чья потому что, чтобы вот вкладку себе на него не делать. Но, видимо, все-таки сделаю после этого подкаста. Хотя в Zeppelin даже там, когда расшариваешь макет, там две ссылки есть. Одно для веба, а одно для аппа, если ты именно хочешь в нативке открывать. Ну, уже как мы поняли. Хотя, ну, давай-ка опять же, мы же сегодня интерактивные. Давай, Zeppelin. Ну, у тебя, то есть, прям на маке Zeppelin аппка, да, стоит? Да, у меня прям Zeppelin аппка стоит. И я хочу очень, на вики просто статью, я не хочу сейчас у них внедряться в их сайтецкий, на чем он у них сделан, тем более, что, скорее всего, этого у них и нету. Ну, давай сейчас попробуем. Так, watch demo, get started for free, download mac app. Сейчас посмотрим. А, ну, мы не просто его слил. Ну, охренеть теперь. А где инфа про нее? А все, пользуйся. Ну-ка, подожди. Zeppelin, Google, ну, просто, апп, электрон. Вы простите, не знаю. электрон.js слэш, эпс, слэш, зеплин. Да, это электрон. Ну, вот, да. Ну, кстати, на сайте электрона есть раздел аппс, аппс, и сейчас я его открываю, и возможно тут... Типа тем, чем они гордятся? Ну, да, но возможно не чем они гордятся, возможно они принудительно заставляют, стремают всех, кто использует электрон, добавляться сюда, я не в курсе. Вот, но я ничего другого пока знакомого здесь не вижу. Интересно, вот постман, хрень, которая тестирует опишки. Ну, и инсомния тоже такая же хрень, тоже на электроне, по-моему. Тоже как постман, короче. Вот не знаю, постмана не вижу пока здесь. Ну, я не буду, ладно, все это искать, вот я смотрю, ничего особо знакомого больше-то я не вижу, к счастью. Ну, тут бесконечный гид, клиенты всякие, даже покер-клок какой-то. Покер-старс там есть? Сто пудово. Причем, а, тут еще отсортировано, как давно добавлено. И, ну, по самым, так сказать, новым приложкам. Так что мне надо в самый низ проскроили, чтобы что-нибудь знакомое. Да, сам внизу Atom. Slack тоже там внизу. Avocode. Avocode, это тоже для дизайнеров хреново, хреново, хреново. Visual Studio Code, тоже электрон. Ух ты, ёкарный бабай. Поэтому она так тупит по сравнению с Sublime, например. Ну, хорошо, в AppStorm, наверное, не лучше, он на Java просто написан, и он тоже тупит, дай бог. Но, как бы, хотя бы не электрон, видимо. Вспоминай, опять же, прошлый подкаст, где чувак говорил, что всё тупит, до свидоса, как мы живём. Постман, да, твою мать. Дискорд, кстати. Ну, про Постман можно было догадаться, я их уже чувствую, их уже прям по иконкам видно, они такие лощёные все, видно, что они срочки кода сами не написали. Просто электрон взяли, вокруг накрутились, и всё. там-то они написали в этом. Ну, да, они не написали в смысле. Нет, Гит Кракен, это суперудобная приложка для работы с Гитом. Да, да, да. Я придётся в консоль полностью уходить, пост, через консоль тестировать запросики. Ну, или просто Постман закрывать каждый раз, когда ты с ним поработал, чтобы он в фоне ничего не делал. Наверное, и всё это. Вот да, кстати, есть Инсомния тут тоже, она тоже электронная. Ну, там, короче, да, их видно, напоминаю, лощёные. Ладно, всё, закончили с этим. Короче говоря, электрон — это жесть. И он здесь, он, кстати, Come On использует. Come On! Это приложение для работы с текстом, для обмена текстом. Почему там, типа, электрон? Ну, и тут все пишут, что, а вообще, жалуйтесь, везде пишите, там, на саппортах, что очень медленно всё работает, напишите нативные апы и вообще там, типа, сделайте уже по-человечески. Ну, я-то понимаю, почему это? Вот давай, Никита, почему ты думаешь вообще, вот, используют электрон? Ну, мы с тобой это уже неоднократно обсуждали, вот, но давай, попробуй ты сказать. Я имею в виду не конкретно эту тему, а первопричины подобных вещей. Почему вообще, в принципе, электрон используют? Ну, одна из очевидных причин — это чтобы, естественно, вообще не заморачиваться. То есть, приложение будет работать точно так же, как веб-хрень у тебя. Ну, то есть, что значит не заморачиваться в конечном счёте? В конечном итоге, то есть, тебе не нужно, условно, писать под Mac, писать на свифте какие-то там вещи, вообще ни строчки не надо написать будет. Тебе нужно будет только понять, как оборачивается твоя страница в электрон. И иконку подсунуть. Ну, и иконку модную, лащённую, лащённую. чтобы видно было. Вот, по сути, это одно из, я думаю, главных вещей. Что ещё может быть? Что ещё может быть? Ну, это много чего. Кроме того, что тебе ничего не надо писать, тебе ничего не надо тестить, тебе, короче, не нужно тратить время на проект, который мог быть, типа, только из-за того, что какие-то там чуваки, короче, у них будет всё отжираться, там, они им похрену вообще. Апка выпущена, это не главный проект, просто дополнительно сделали, икруть. Ну, да. Хотя, вот, опять же, вопрос, нужно ли это делать, если у тебя всё равно есть вебабка? Ну, то есть, заворачивать это в электрон для таких, как я, которые просто поставили... Ты же хочешь, чтобы у тебя иконочка была? Вот, да. Ну, вот, постман это вроде нет вебабки, мне кажется. Ну, конечно, у таких нет, у таких нет, кстати, да. То есть, они просто на нём писали, наверное, для мультиплатформенности, чтобы сэкономить время, ну, и как следствие, деньги. Бизнесу наплевать, как быстро работает приложение, главное, что есть доступ, типа, у всех, и всё. Не, ну, может быть, ещё, типа, тут, опять же, может быть, команда работает, ну, никто не пишет, опять же, никто не пишет на свифте, условно, на Objective-C. Ну, наймите человека, ну, хотя одним человеком это не ограничится. Ну, типа, есть команда, которая пишет, условно, на JavaScript, и они вот тебе сделают на электроне. Ну, как нет. Я понял. Ну, экономия, в общем, в конечном счёте, это тупо экономия времени и денег, и всё. А страдают конечные пользователи. Вот в этом мораль, так сказать, статьи, что не делайте так, потому что будьте более responsible, ответственными за то дерьмо, которое мы приручили. Ты про интернет, в смысле, в общем. Конечно, про пользователей, да. Дальше у нас про блок WordPress небольшой. Мы периодически, как бы, раз в месяц, знаешь, это как у Radio IT, раз в месяц гиковский подкаст. Вот у нас раз в месяц про WordPress что-то прорывается. Ну, понимаешь, перед WordPress'ом там ещё блок про игры, одна темка у меня. Да, почему я её не открыл? Давай, там она вступились у нас называется в слайке, который на электроне написан. В натуре вступились есть. Ты его, видимо, закрыл, потому что, чтобы не жрал у тебя. Ору. Подожди, сейчас я её открою. У меня тут два Safari просто задвоилось, и из одного в другой перелет. Ты же экономишь, поэтому у тебя два Safari, 10 Google Chrome. Так, извините, давайте. Так вот, короче, вступились. Я быстро скажу, во-первых, минут 40 назад, но мы уже не успели, даже минут, ну, час назад, условно говоря, вышла новая статья на Kotaku, вообще свежак, про то, как чуваки реально, там ещё какой-то новый отзыв про эту статью, как чуваки реально себя чувствуют в игровых студиях, и тоже про чуваков из Rockstar. Подожди, мы можем её сейчас открыть, или просто, ну, долго будем сейчас вникать и похоти? Ну, там она на English Language, если вникнем, то давай откроем. Ну, хотя давай сразу ту, или что? Давай ту, похуй, ну, я тебе буду отсылки к той кидать, а ты мне будешь говорить, круть, не круть, там. Kotaku.com, захожу, давай посмотрим, как меня с главной быстро настигнет это новость. А сразу, а сразу. Inside Rockstar Games Culture of Crunch, вот это она, понятно. Я ожидал, что так и будет, да. Короче, в прошлом, ну, это типа супер разгромное сейчас дерьмо, там все вообще шуршат, именно все шушукаются, до свидоса. Я просто скажу, в прошлой, в прошлой, короче, теме, перед RDR 2, перед тем, как выпустить новую Red Dead Redemption 2, новую часть ковбойской саги. это в Хабровой, в смысле. Да, в Хабровой. Ну, это тоже перевод, хреновод. Короче, суть в том, что там вот эти вот братья Хаузеры, которые заведуют Rockstar, дали интервью, они очень редко дают интервью, и вот тут дали, перед RDR 2. И говорят, мы до свидос, короче, старались, там все классная часть, играете, им все нравится, мы так много работали, по 100 часов, он сказал, в неделю. Причем, он сказал, в 2018 году, Дэн Хаузер сказал, в 2018 году были недели, когда мы работали по 100 часов, он сказал так. и больше ничего не сказал, ну, то есть, им начали интерпретировать по-странному, из-за того, что многие жалуются уже, что типа в геймдеве говно, притеснение, и надо работать по-многому, что люди умирают, особенно скандалы с CD Projekt, там то, что у них там люди, короче, умирают на работе. И они умирают, я просто помню скандалы, но мы их, по-моему, не разбирали особо в подкасте. Мы чуть-чуть смотрели, не, мы с тобой в подкасте как раз смотрели про CD Projekt, что умирают чуть-чуть. Подожди, но не физически же умирают. Ну, понятно, я имею в виду, что... Отделение души-то от тела же не происходит. Не исходит, не, ну, чуть-чуть происходит, когда 100 часов в неделю хреначит. Так, так, ага. Вот. В Telltale Games'ах тоже чуваки начали разгромное дерьмо, когда вот они развалились, и можно, хоть что хочешь говорить, никто тебя не уволит, потому что тебя уже уволили. Начали писать, что все плохо было. В общем, пишут, пишут пацаны, что в крупных компаниях работают, да, с видос. Тут еще вопрос в том, что, опять же, в статье это говорится в прошлой, не только боссы стоят, карабасы-барабасы стоят с кнутами, да, но еще и сами чуваки, смотря на свою команду, то есть, как они будут подводить, вот, условно говоря, как дизайнер-программиста может подвести, ему надо быстрее нарисовать, сдать, потому что программисту надо все сделать, потому что ему тоже делать и так далее. Ну, ты понимаешь, есть какой-то коллективный дух, тем более, GameDev это слишком за идею, как мы знаем, а надо сдавать в срок и все такое, и, в общем, короче, люди даже просто смотрят друг на друга зарабатываются. Ты, типа, будешь незримо порицаем, если ты уйдешь, 8 часов отработал, шляп надел, ушел. Вот, надо пахать, надо пахать. Короче, вот, так вот этот чувак, Дэн Хаузер, сказал, по 100 часов в неделю работали, бывало такое, перед RDR 2. Все начали шушукаться, говорить, это что, вы там, оказывается, в Rockstar-то что делаете? Издеваетесь над людьми, оказывается? Причем, не прикрыто об этом заявляете? Ну, в общем, стало говно вскипать. Сразу же чуваки начали извиняться, ретироваться, так сказать. Сам по себе опять снова выступил Хаузерыч, говорит, так-так-так, ну, подождите. Во-первых, я это говорил не о том, что мы все работаем, а это я говорил о том, что мы вот, лично я, лично я, говорит, ну, с братом и еще с чуваком, ну, еще с чуваками, писали сценарии и писали, короче, диалоги и все говно, были у нас такие идеи, но это не потому, что, говорит, мы всех так заставляли, это мы только идейные такие, мы сценаричи, именно крутые чуваки. А остальные, как хотели, работали, мы им ничего не говорили. Мы тебе, конечно, ничего говорить не будем, но у нас весь сценарий готов, дедлайн есть, все есть. Короче, он максимально ушел от того, что он кого-то заставлял работать лично по много часов, значит, только он за идею, значит, я, говорит, знаю, есть люди крутые, которые работают по 8 часов, но они все успевают делать и все классно. Вот, но я лично просто горю желанием выпустить проект и поэтому вот я такой. Ну, значит, вся, собственно, вся суть в этом. И еще там были комментарии других чуваков, это важно, комментарии других работников Rockstar и ни один из них не сказал, что он перерабатывал. Каждый сказал, что я работал, меня наоборот, чуваки выгоняли с работы босыча. Говорили, давай, приходи, ты нам не нужен уставший, работай только 8 часов. Если болеешь, болей дома, короче, не работай, приходи, когда отболеешь. Все, вот это суть, короче, прошлой статьи. Теперь давай посмотрим на инсайды, вот, которые свежайшие. Inside Rockstar Games Culture of Crunch. Today 1 p.m. 1.20 p.m. Это, подожди, это все-таки свежее или не свежее? 23 число. А просто час 20, как он, по какому? По каковски? Я не знаю, по каковски, но это свежак. Это стоп-доп, потому что я в Твиттере именно увидел. Потому что today. Да-да-да, today. Короче, давай смотреть сюда, что здесь пишут. Тут сложно так сразу вгрызться, тут еще какие-то проценты. Ты что-нибудь вообще видишь первым делом, что-нибудь тебе бросается в глаза? Тут еще длинная статья инсайдов. Здесь наоборот, здесь пишут, что Red Dead Redemption 2 это вообще проект Кранч. Что это не то, что там 2 недели дедлайн, а в общем, типа, что Кранч длился месяцы или годы. Нихрена. А почему такая длинная статья? Тут что-то не только что ли? Тут досвидос какой-то. Слушай, ну здесь много очень отсылок к тому, что вот в New York Times, в New York Magazine написали, в другой понедельник в Ко-То-Ко. То есть тут именно хронология, и здесь первые, я не знаю, абзацев 100, это о чем мы уже знаем. А, окей. А потом уже пошли инсайды, что типа там 100 часов в неделю, 7 дней по 14 часов в день. Так. И это просто обычные людишки говорят, типа. Ну, тут, тут это говорят редакторы, а редакторы не совсем понятно, откуда это берут. Ну, блин, да, это надо в натуре вникнуть в эту статью, всю ее прочитать, чтобы сейчас... Ну, тут прям цифры есть 42 и 4 часа. Это в неделю? 45 и 5, ну, конечно, в неделю. Или в день. Так 42 часа в неделю, это мало. Ну, в смысле, это обычные. А, да, это типа официальная статистика, именно reported. Угу. А не reported, тут как бы уже вот пошли какие-то колбы, говорят. Колбе, это фамилия. Еще. А не reported, это имеется в виду, типа чуваки какие-то... Ну, это уже практически, знаешь, на черном фоне, там, с измененным голосом. Мы работали по 120 часов, там. В день. Не, ну, я утрирую, на самом деле, это, ну, повторюсь, это надо вникать, потому что тут пишут некоторые люди, что люди сами зарабатываются, потому что они уже сами хотят так сильно выпустить игру. Вот, вот. Что они типа сидят, и мы ничего не можем практически сделать, они просто сидят, работают. Мы их гоним, мы их, короче, это, бились, короче, лбом, а сапоги, я понял, короче. Мы их вот говорим, уходите, а они все работают. Это первое. Второе по тебе. То, что, типа, если ты уходишь раньше, причем раньше, чем уже дохрена, то you'll get dirty looks. На тебя грязно будет смотреть. И в итоге получается average 70 в неделю. Еее. Это уже вообще, вот это уже серьезные цифры, 70 в неделю. Это уже переработка, досвидос. Это 10 часов в день, причем без выходных. Это канала прям. Вот да, это прям вот, и тут пишут, что если, ну да, опять же, на тебя будут пялиться, если увидишь, что ты уходишь. Почему? Потому что, ну, как бы они-то уже работают. Ну, то есть, мы психологически понимаем, в чем дело. Ну, понимаем, мы понимаем. Просто есть чуваки, которым и некуда. Просто, понимаешь, есть разные персоналы, есть люди, которым нечего делать в жизни, кроме как работать. Вот я, к сожалению, есть такие люди, и ты им ничего не сделаешь. Они могут сидеть на работе сколько угодно. То есть, у них, блин, нет личной жизни, нет, условно, вообще ничего их не тянет домой. И, ну, вообще с работы выйти ничего не тянет. Соответственно, такие люди, ну, и работают много, и, возможно, у них и много получается, потому что они много делают. Вот. И они на тебя дёти лук скидают, это стопудово. Ты думаешь? Мне кажется, такие люди понимают, что это их собственным, этих выбор. Хотя, опять же, это же люди. Им ничего не мешает идиоте лук скидать по поводу и без повода, что называется. Ну да, да. Вот. Просто смотри. Ну-ка. Тут ещё написано, что вдобавок к ранчам Rockstar San Diego, но это, видимо, именно подразделение, которое в Америке находится, предлагают лондри-сёвисы для тех, кто уже сидит. Они типа постирают сразу, да-да-да. Чтобы только они уже не уходили, видимо. Там же наркозики подводят. Грубо говоря, они их подогревают этим всем. А, то есть там незримое дерьмо. Там вроде лондри-сёвисы, вроде хорошо делают. Для тех, кто обосрался на рабочем месте. А вот. Просто тут есть люди, которые именно уволились, которые были сыты по горлочи. И они пишут, что я как бы вот вообще-то обычно бы ничего не говорил, но раз уж тут шумиха поднимается, то я просто скажу, что нас заставляли как минимум шестидневку хреначить. Причём за шесть тире девять недель до запуска. Ну, то есть, видимо, не всё время, но вот за последние два-три месяца до запуска шесть дней в неделю это, говорит, минимум. Вот. И да, Rockstar Management сейчас заявляет, ну, что да, действительно, это были проблемные времена для компании. Наверное, им овер-прайс там платили для свидоса. Там, наверное, они... Нет, нет, нет. В том-то и дело, что тут я уже прочитал, заварушка была в том, что анонимное письмо кто-то отправил. А-а-а. И сначала Rockstar отрицали это всё, а потом начали всё-таки признавать, что ну да, было тяжело, было там не очень, ну да, чутарик, нет, не, не, вот всё. Понятно, понятно. Поэтому... Ну нет, ну ладно, хорошо, если тебе платят типа дополнительные бабки, но если тебе ещё и платят по обычной ставке, а ты типа вышел субботу-воскресенье отхреначил, а так несколько недель подряд, это в какой-то момент становится напряжённо. Вот ещё одна цитата. Может быть, конечно, 100, говорит, нас никто не заставлял, но 80-100 пудово. Бывший работник Rockstar. До свидосик. И он это именно вспоминает уже про пятую GTA-шку. Что именно в тот момент уже начались вот эти изменения. То есть третий Max Payne, пятая GTA-шка, и... Ну в общем, там бабки уже они почувствовали, что надо бабки. Надо дедлайны, бабки, короче. Да хотя они давно уже бабки почувствовали. Чё, они почувствовали бабки, наверное, ещё с первой GTA. Честно говоря, вот, ну тут можно, да, тут 100 миллионов ещё референсов разных. Я не знаю, тут... Ну понятно, в общем. Там, в общем-то, можно именно упиваться этой статьёй. Да-да-да. Тут можно реально... Тут это именно шок и сенсация. И тут ещё есть скрины Red Dead Redemption. Да, и там все скачут на конях, да, с видосом. If you are really passionate, если вы действительно страстно увлечены игрой и работой, вы, говорит, очень часто делаете это в приоритет, даже по сравнению с жизнью, и тогда вам круто, вы будете работать в Rockstar'е, и вам в норме. Но если вы хотите всё-таки, чтобы жизнь была прежде игры, то, скорее всего, вам не в Rockstar. Former Rockstar employee. Ещё один. До свидос. Ну, короче, там, походу, очень жёстко. То есть они ещё и в открытую говорят, типа, чуваки, хотите прям вот работать, хотите быть частью GTA'шки, там, или вот этого, добро пожаловать на корабль Дэвид Джонса. А если нет, то как бы и без вас найдутся. Видимо, в таком духе. Вот. То есть, ну, я до конца доскроллил. Тут, естественно, самый главный Джейсон Шнайдер это написал, который, видимо, у них тут главный редактор на Kotaku. Вот. И давай с тобой буквально ещё там минут, я не знаю, пять потратим на то, чтобы выяснить, а как вот вообще такого избежать? Что делать, чтобы вот так не было? Я думаю, что это очень... Короче, давай так. Я предполагаю, что это всё бабло. Ну вот, я начну с этого. Это бабло, соответственно, бабло говорит сроки. Всегда. Потому что, если ты, условно говоря, выпустишь позже, выпустишь не в те даты, не в те числа, короче, не под ту платформу, не под то сё, это уже вообще другие разговоры. Короче, в общем, ну, соответственно, короче, из-за этого есть сроки определённые. Хочется больше бабла, значит, сроки ещё ближе становятся. Хочется очень много бабла, ещё ближе становятся. Короче, вот, соответственно. а почему от сроков увеличивается бабло? Ну, то есть, ладно бы там есть какие-то конкурентные игры, типа, надо выйти раньше там, ну, допустим, была третья Готика и Обливион, я буду старыми терминами говорить, и чуваки, которые Джо Вуд, издатели третьей Готики, они заставляли пиране сильно работать, чтобы успеть выпустить не сильно после Обливиона, а лучше даже и до. В результате, забегая назад, выпустили кусок говна, который, из-за которого вообще там весь бизнес издателя накрылся медным говном. Поэтому, тут... Короче, я думаю, как это происходит, скорее всего. Во-первых, все игры выпускаются октябрь-ноябрь, кусок, и кусок февраль-март, короче, это всегда так. Летом ничего не выпускается. Короче, есть два сезона, в которых выпускаются куча игр, самых популярных, самых понтовых, и, короче, большинство. Поэтому, самые крутые чуваки, типа Rockstar, всегда залезают либо в октябрь-ноябрь, либо, короче, ну, так же с фильмами, премьеры, короче, и все. Есть под Рождество чуваки, которые подкатывают, но с играми именно вот эти два сезона, октябрь-ноябрь, февраль-март. Вот это индустрийная тема. Февраль-март, они, видимо... Понятно. Февраль-март, видимо, оправились после праздников, а тот, другое, все в школу пришли, и как бы уже учебники, тетрадочки купили в сентябре, а вот уже пошел октябрь-ноябрь, когда можно уже игры покупать. Можно уже на PlayStation, да, диски покупать. Так вот, и, короче, суть в том, что они, видимо, на Е3 обещают для хайпа ближе и ближе дату, определенно. Это какие-то там акции Rockstar конкретные. То есть, они сказали, у нас Red Dead Redemption будет в 2018, а не в 2019. Это уже, это важно. То есть, это уже другая дата. Не важно, что оно в конце, не важно, что оно в октябре или ноябре, да, выходит. В конце октября. Вот. Они сказали, в 2018 будет RDR2. Все такие, нихрена себе. Вот. Это уже акции Rockstar, это уже там то, сё, это уже другая дата. Это уже не 19. 19, может быть, тоже конец 19. То есть, непонятно. Вот было на Е3, условно, Е3 в 2016 было обещано, что в 2018 мы сделаем. Это, ну, через 2 года уже, чуваки, сделают крупную игру. Ну, я не знаю, когда они это анонсировали, но, типа того. Вот. И, короче, и уже другие бабки. Ну, я не знаю, это, я уверен, что это прям вот, это роляет, это супер роляет. То ли ты выпускаешь в одном году, то ли ты в следующем году выпускаешь. Ну, как минимум, ещё год ты тратишь денег на разработчиков, ну, типа впустую. Ну, да. То есть, из-за того, что эти переработки, видимо, не сильно оплачиваются. Ну, возможно, да. И это ещё. То, что, видишь, раз они овер-время не платят, то это тогда вообще досвидос. Ну, проще тогда чуваков натуру заставлять работать. Это уже именно рабская тема. Проще заставлять чуваков работать и держать их именно, особенно, если ты на зарплате. Ну, нет, скорее всего, там всё на часах всё равно. Вот вряд ли в Америке хоть кто-то работает не за часы. Вот. Но всё равно, скорее всего, конечно, проще. Быстрее, быстрее бабки и всё, и маркетинг уже пошёл. И если, короче, затянуть, и хайп пропадёт, ну, ты понимаешь, короче. Ну, я имею в виду, кто, то есть, издатели сами становятся заложниками того, что хотят хайпануть и один раз уже что-то анонсируют и надо как бы уже потом выпускать. То есть, так получается. Вообще, ты хоть раз знаешь в индустрии какие-то примеры переносов именно игр, выхода? Ну, постоянно же переносит. Но я сейчас не скажу, как это на бабле сказывается. Ну, условный сталкер тоже переносили сто лет, десять лет делали и там досвидос. первый сталкер. Но это специфическая игра, как бы, я хрен знаю. Но так постоянно переносят игры и как бы это на самом деле влияет, я думаю, что это еще влияет на доверие чуваков. То есть, если ты уже пообещал, лучше не переносить. Это же еще тоже такое понятие, игроки начинают ждать, там, а кто? Они же еще предзаказ заранее оформляли, но там досвидос. Там, короче, это серьезная тема. Там, я думаю, что это стратегия, вряд ли это кто-то за одну секунду решил. Это была стратегия выпустить Red Dead Redemption в 2018. Если в 2018, то значит либо в феврале-марте, либо в октябре-ноябре. В феврале-марте не успели, соответственно, сделали в октябре-ноябре. Ну, сказали сначала coming soon 2018, а потом сказали, ну, окей, октябрь-2018 и конец октября сделали. Вот 26-го она выходит. То есть вот так. Просто я думаю, я вот реально сейчас не могу вспомнить, ну, то есть я и не сильно вникаю в эти вещи, но чтобы вот какая-то игра уже была прям дата и потом хоп и перенесли, прям вот перенесли там на месяц, например. Ну, блин, мне кажется, вот я недавно что-то слышал, но это делают, короче, это бывает, то есть такое бывает сто пудово. И даже с крупными там АААА проектами, то есть не то, что там какое-нибудь инди-говно там сказали одно опыт. Я думаю, юбисофсовское говно переносится постоянно. Ну, я не хочу, конечно, не наговаривать на юбисофсовское говно, но вот, ну, примерно такого толка условные Ассасинс Криды. Но их там и переносить не надо, они как бы... Там не в Continuous Integration. Там Continuous Deployment, там постоянно новые чуваки в... Да-да-да. Ты как бы, это даже как релизы уже, наверное, они... Это просто Ассасинс Крид версия 8.0 уже выходит. Да-да-да. Человек в капюшоне 8.0, хотя сейчас уже без капюшона. Так что, да. Ну, в общем, ты понял. Интересная. Интересная вообще мысль, тема. И... Я думаю, что, кстати... Ну... Да-да. Я думаю, что в разработке приложений такое тоже, наверное, повсеместно. Да, конечно. Сто пудово. И там, опять же, ну, там это напрямую связано, мне кажется, там с какими-нибудь инвесторскими деньгами. То есть, там есть просто люди, которые платят деньги, и они хотят, чтобы быстрее, чтобы меньше заплатить. Ну, да. И они не сильно думают, что, наверняка, наверняка, основной заработок происходит именно от старта продаж. То есть, самое главное, чтобы... Ну, для инвесторов, наверное. Я сейчас не инвестор. Нет, скорее всего, так и есть. Первый уикенд какой-нибудь. Да. То есть, главное, чтобы первый уикенд удался. А то, что потом будут возвращать там что-то, много типа не вернут. То, что потом будут меньше покупать, потому что все расскажут уже, что там забагованная хрень, уже наплевать. То, что потом упадет имидж компакт. Да, зачастую в таких играх уже предзаказ, отбивает такое количество бабла, что досвидос. Там они уже... Понимаешь, если они еще просрутся, скажут это самое, мы переносим, а вы предзаказали уже, но это такое. Ну, вот, это как бы, это такой вопрос, морально странный, потому что, например, если бы мы были по другую сторону, именно потребители, и мы такие уже потираем ручки, там, условно, там, отпуск взяли на первый уикенд, когда выйдет игра, чтобы там ее постримить, или что-то еще, а потом хоп, ее переносит, наверное, мы бы тоже были недовольны, поэтому это, в принципе, такая порочная система всеобщего, вот этого вот, ну, я не знаю, эгоизма, или там потребительства, в плохом смысле этого слова. Да, нельзя как бы винить здесь какого-то определенного менеджера проекта, да, который там сроки установил. Нет, тут супербаблинская тема на очень верхних уровнях. Это именно системная тема, просто потому что есть деньги, их надо зарабатывать. Поэтому есть какие-то даты, есть, короче, кранчи вот эти досвидосные. Ну, у меня на самом деле уже минуты четыре открыта следующая статья на экране. Ну, хорошо, давай, Мулинвегач. Мулинвегач пошел, да. Вернемся к тому, что я сказал, не знаю, 20 минут назад, что у нас раз в неделю бывает вордпрессовский блок, вордпрессовский подкаст. Но не весь подкаст, слава богу, а так, просто чуть-чуть говорим о том, что там дальше. Да, весь подкаст у нас про Rockstar, на самом деле. Если вы еще не поняли. Мэтт Мулинвег анонсирует, кстати, что вордпресс 5.0 релиз-кандидат будет шипиться в новембере. Все, уже ноябрь. И тут вот опять же он анонсирует. И потом придется как бы эти взгляды ловить людей, которые, если вдруг не выпустят, что типа в декабре, хотя вордпресс это вообще условно свободное ПО, здесь как бы релизы, они вообще не могут быть регламентированы чем-то там, кроме, я не знаю, акций Automatic, которые тоже здесь, модель финансирования не очень понятна. Мне кажется, они все на дотациях просто живут и все, каких-нибудь инвестиционных фондов. Ну да ладно, неважно. Мэтт Муленвек курирует этот релиз. Каждый мажорный релиз курирует какой-то чувак из Automatic. Они там практически меняются по считалочке. Но здесь, я думаю, Муленвек взял 5.0, потому что, во-первых, там Гутенберг завозит, который он так лоббировал и хотел все время. Во-вторых, потому что просто это ну важный шаг такой для вордпресса. 5.0, практически юбилей. Вот. Но он, возможно, перерабатывал. О, да точно. По его лицу прям видно. Нет, не спит, не ест. Так вот. Чем примечателен вордпресс 5.0? Это Гутенбергом. Как мы уже сказали. Статистика говорит о том, что его установили 490 тысяч уже, ну, сайтов есть, где он крутится реально. Напротив, Classic Editor, плагин, который форсирует классический редактор вместо Гутенберга, установили 400 тысяч сайтов уже. И 400 тысяч сайтов, это почти 490. То есть, ну, условно, плюс-минус, лагерь разделился напополам. Людей, которые принимают Гутенберг, которые его не принимают. Но мы это тоже уже обсуждали здесь. Важно сказать о том, что уже практически все готово, уже они там оттестивают, оттачивают всякую хрень, и они хотели выпустить еще технический релиз 4.9.9, который бы добавил поддержку PHP 7.3, но уже забили, потому что уже 5.0, потому что уже кранч, видимо, у них там. Они уже только... Хотя, опять же, какой кранч? Это свободное ПО. То есть, как я это вижу, его люди разрабатывают просто когда хотят. Кайфуют? Энтузиасты, ты думаешь? Ну, по крайней мере, а как иначе? Ну, согласен, тут как бы такой вопрос, но, наверное, у них тоже есть какие-то дедлайны, какие-то спринты, А как они могут спросить? Типа, мы тебя уволим. Откуда, чувак, я это делаю на добровольных основах? Или они дёти луксы ловят от чуваков? Не, ну, энтузиасты, они же не в скайпе сидят, ой, они же, ну, не в офисе сидят там. То есть, это... Не, ну, они дёти луксы не ловят, но просто энтузиасты, они, наверное, очень чистолюбивые чуваки. И, скорее всего, стрёмно будет уступить своё место на проекте, условно говоря, очень мало сделал за спринт. Мы другому чуваку, он вот энтузиаст, и что он будет делать? А ты делай вот другое говно. Прокинь, что будет? Писио сразу вспотеет после этого, как у меня сейчас. Это точно. Тут причём срутся немножечко в комментариях о том, что, типа, да ты, Джефф, ну, который автор, ты тоже там в автоматик работаешь, лоббируешь это. Он пишет, нет, я типа устроен там в каком-то фонде таком-то, таком-то там. Ну, короче, тут тоже какие-то, тут и сам Мулинвек есть в комментариях, то есть он пишет, что спасибо за фидбэк, я не хочу релизиться, пока не готово, просто ему тут на баги всякие указывают, что, блин, тут вот это, вот то, это, пожалуйста, говорит, послушайте, Мэтт, я, надеюсь, ты это читаешь, пожалуйста, не релизьте, пока реально не готово, пожалуйста, послушайте, типа, кучу людей, которые используют, которые, у которых клиенты, там, бизнесы и так далее, не надо, типа, это релизить, пока нет, и он пишет, да, как бы, чуваки, потому что, сейчас не готово, поэтому сейчас и не выпущено, так бы было, говорит, выпущено сейчас, то есть он их успокаивает, возможно, сейчас, в принципе, в IT-индустрии уже вот это вот витает, кранчевая тематика, и, может быть, здесь, ну, люди уже срываются, понимают, что, может быть, тут что-то подобное, он их, типа, успокаивает, что, да, не, не, ну, как будет, так будет, типа, охренеть. Там в этот момент хрена начат, чуваки, причем, по поводу багов, я сейчас вспомню, что сегодня была статья, про то, что Fallout 7.6, уже сами Bethesda признаются, что выйдет точно с багами, чуваки, то есть там кранчи, походу, не светили никому. Да нет, там, я думаю, они просто трезво понимают, что, они все равно заранее отмазываются, там и кранчи есть, и все есть, но они просто, ну, говорят, чтобы акции упали уже сейчас, а не через там, когда выйдет. Ну, им вообще лучше, чтобы не падали, конечно, ну да. Ну, они, может быть, думают, что все, ну, как бы, что это им дает какую-то скидку, что они сами предупредили, может быть, там они не критические баги будут, не знаю, это уже аналитики должны говорить, вот, как вообще это влияет. Следующая новость здесь же на WPT, плагин Advanced Custom Fields, на котором мы тоже у нас на канале, был обзорчик, они выпустили Beto 5.8, ну, точнее, версию 5.8, Beta 1, в котором как раз добавляют функционал блоков для Гутенберга. То есть вообще, и тут опять же приводятся цитаты автора плагина, этого Элиота Кандона, простите, ну, реально такое имя, фамилия, о том, что это, говорит, один из, это, наверное, самая важная фича вообще Advanced Custom Fields за все существование плагина, это самый наш важный релиз, вот, и это так наивно звучит, конечно, это ваш самый важный релиз, потому что, если вы это не сделаете, то ваш плагин нахрен будет не нужен, потому что он весь основан на классическом редакторе, а сейчас типа придет Гутенберг, если вы не адаптируете свой плагин к Гутенбергу, не успеете, то вас просто выдавят с рынка, потому что другие успеют изначально раньше адаптировать, ну, просто потому что они, может быть, ну, с нуля начали писать, тоже плагин для создания блоков, вот этих дефолтных, которые там могут быть, ну, и, короче говоря, он тут пишет, что это будет важный релиз, да, 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 хотя, ну, здесь идет речь о том, что он может бизнес весь потерять, если они не успеют сейчас, то есть, вот у них там тоже, скорее всего, прям кранчи конкретные, вот, и у них вышла бета-1 на этой неделе, можно посмотреть именно, вот, если хочешь, кликни на ACF58Beta1 именно на ссылку, она ведет именно на их сайт, вот, здесь, во-первых, OBS, ну, вот этот материал, который вместо фанеры сейчас закрывают все, потому что он к влаге более устойчив, так вот, и здесь есть, ну, типа гифка, как на Пикабу 50 секундная, о том, что чуваки добавили кастомный блок тестимонии, ручка, гифки, да, добавили кастомный блок тестимонии, с помощью плагина, ну, и вон там, типа, отзыв оставляют, что вот аватарка, автор тестимонии, то есть, грубо говоря, ты также добавляешь филды, то есть, поля, и можешь этот блок, там, перетаскивать в Гутенберге, именно как, хоть куда добавлять, то есть, вон, смотреть, как он выглядит, есть при предпросмотре. тут уже вообще полный конструктор, досвидос. Вот, да, ну, и, то есть, несложно догадаться, что если бы они этого не сделали, то их бы плагин использовался только в классическом редакторе, а его, как бы, только 400 тысяч людей оставляют, в отличие от еще, там, полумиллиона, которые перешли на Гутенберг. То есть, как бы, ну, они банально потеряют свой бизнес, поэтому, понятно, они сейчас рвут задницы, вот, ну, и тут, тут, естественно, опишка уже написана, что вот, через ACF Register Block, мы не будем сейчас на этом останавливаться. Суть в том, что да, так же просто создаются поля и так далее. Но я почему еще об этом сказал, потому что тут уже в комментариях все пишут, типа, чуваки, вот баг, тут баг, тут, и, короче, тут порядка по 8 багов все написали, и сам Эллиот, автор плагина, он тоже здесь уже в комментах на VPTevern подключился, махать мечами, типа, все, спасибо, мы, у нас супер высокие стандарты, поэтому, как только выйдет релиз, он будет супер, we will be sure to ship nothing but perfection, мы не выпустим ничего, кроме совершенства, написал он здесь, и, скорее всего, все-таки кранч, я теперь везде кранчи уже вижу, скорее всего. Так, так, да, ну, это сейчас актуальная тема, чем больше бабла, тем больше кранчи будет, я чувствую, постоянно теперь. Вот, да, но он тут рассказывает, что вообще-то, ну, в чем суть, вообще-то в Гутенберг можно стандартные блоки добавлять и без Advanced Custom Fields, там удобная джаваскриптовая API, но Advanced Custom Fields останется для тех, кто все еще знает только PHP, потому что здесь с помощью PHP-хуков это просто добавляется и все, то есть это, это грубо говоря, такой компилятор из PHP в JavaScript, ну, очень условно, но как-то так, вот, ну, и следующая статья, она как раз с WordPress.org, еще получается 3 октября она вышла, здесь какой-то Ариад Бенгуэлла, пишет технически, что же такое Гутенберг, ну, и он рассказывает, что Гутенберг, это на самом деле несколько NPM-пэкаджей, то есть NPM-компонентов, которые можно прям загрузить из Node Package Manager, вот, в том числе, Гутенберг-плагин, он регистрирует каждый пэкадж, как WordPress-овский скрипт, ну, то есть NQE-UE делает, грубо говоря, вот, и весь плагин, он доступен через глобальную переменную VP, JavaScript-овую, то есть можно VP.components получать, VP.element, вот, ну, и, естественно, можно несколько там CSS-style-шитов добавлять туда, то есть, по идее, можно полностью через JavaScript накидывать новые компоненты туда, просто знать, куда это делать, и все, то есть он здесь даже пишет, что, есть VP.edit, ну, то есть во время Edit.php подгружаются скрипты JavaScript-овые, типа, и загружаются там тоже инициализаторы, типа, VP.edit.post, initialize.editor, то есть, грубо говоря, когда ты на бэке, то есть в темке это делаешь, ты в темке только добавляешь, даже там автоматически добавляется парочка дивов, потом автоматически подгружается скрипт, который в этих дивах рендерит уже редактор, вот, и уже внутри этого редактора все движение происходит по REST API, то есть все, что ты делаешь в рамках Гутенберга, оно отсылается через REST API в базу, ну, в админку, получается, происходит манипуляция с базой и получают обратно, но, естественно, под Гутенберг пришлось доработать REST API и уже в 4-9 релизах это все, все изменения уже смерджили, то есть REST API уже готов под Гутенберг, в том числе несколько новых хуков, ну, не хуков, эндпоинтов, то есть несколько новых маршрутов по автосохранению, потому что он там автосейвится, там каждый сколько-то моментов, блоки можно реюзабельные делать, то есть именно типа добавить такой-то блок там и вот все такое и рутовый эндпоинт для настроек сайта, его теперь тоже ввели именно из-за Гутенберга, вот, что касается метабокса, чтобы их поддерживать, Гутенберг рендерит контент в метабоксах в скрытых дом элементах, которые вообще PHP скрипт делает, то есть на самом деле тут такая обратная небольшая совместимость, есть все равно чуть-чуть сервер сайт рендеринга и только потом уже весь Гутенберг поднимается. Короче говоря, самое, что такое Гутенберг? Это JavaScript с JavaScript скрипты и стили, это PHP файл, который editor разворачивает внутри edit.php, это REST API шлюзы для доступа туда-сюда, это PHP утилиты, которые парсят, регистрируют и рендерят блоки на фронт-энде непосредственно, то есть опять же, функции PHP-шные банально, которые нужны, знаешь, как VP-контент, практически VP-гутенберг, вот, и PHP-скрипт, который инжектит метабоксы на страницу и хуки, которые сохраняют эти метабоксы, то есть там сам гутенберг, это не только именно джаваскриптовые вот эти штуки, это еще метабоксы дефолтные, постовые, которые сейв-пост и все такое, ну и процесс интеграции это уже для разработчиков, короче, пакет JSON, берете туда, добавляете, реквайрите это потом и используете именно как обычные джаваскриптовые переменные вот эту глобальную VP, там все типа есть, смотрите API-ху, ну и вот он будет типа в 5.0, а когда будет неизвестно, как Муленвек повелит, в общем. Как прикажет хозяин. В таком аспекте. С WordPress на сегодня все. Окей, WordPress все, сейчас быстренькая обойка, а потом, короче, еще будет другая наша обойка. Это причем, да, это фальш-обойка такая. Фальш-обойка у нас, фальш-старт, короче. Это тебе скинул, видимо, наш подписчик, подписчик. Да? Я так понимаю. Ну да, это хотя бы подожди. А я тебе именно с фотки Яндекс, да? На самом деле, это в темках было. Сейчас я перейду в webdesign.ru, это в темках было. Я почему-то потерял, не сохранил ссылку, сейчас я перейду. Тема к подкасту. Очень быстро работает, как будто мы уже на NVMe перешли. Обойка, обойка там было прям. Предлагаю обойку, вот, грюндик, в теме, сейчас я тебе скину в телеге, 182 themes, я сейчас скопирую именно ссылку Грюндига и тебе скину. Ну, хотя, опять же, вот я все тебе и сказал. Грюндик написал, предлагаю обойку и ссылку привожу. Ну да, он всего лишь предлагает обойку, а мы всего лишь смотрим на нее. Это, видимо, его фото. по всему. Потому что тут есть и другие его фото, если вправо-влево листать. Он еще на халявку пиарит какой-то, видимо, свой, какой-то свой, видимо, паблик или что-то такое. В общем, какую-то ссылку на ВК он тут прикладывает. Самое главное, что... Где ссылка на ВК? А вот внимательно посмотри на фотографию. Но суть не в этом. Суть в том, что... Вот это. About Che, просто Челябинск. Я-то знаю, где это. Я хотел тебе сказать, тебе не напоминает ли это место? Это все Челябинск. У него вообще все это Челябинск, причем подписана зима 2016-го. Так что это достаточно старые фотографии его двухгодовалой давности. Вот. Это Челябинск, но я не знаю, где это. Не знаю, где это. Это, ну, давай попробовать хотя бы поугадывая в каком это районе. Вообще понятия не имею. Хоть в каком может быть такое дерьмо, вряд ли в центре. Это не в центре. Это в центре. Это между Володарского и Свердловским проспектом недалеко от Travel Guru. Когда ты от Travel Guru спускаешься ниже к Берестову туда, к Труда, там справа около пятиэтажек есть одна пятиэтажка вот с такой аркой досвидосной. Короче, я понял. Я понял, о чем ты говоришь. Я понял, о чем ты говоришь. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели и зрители, это у нас в центре и так в Челябинске. Это центр Челябинска, в общем. Да, причем, ну, как бы не самый далекий центр. То есть, это реально практически центр-центр. Недалеко от этого центральный сквер города с храмом и вообще. Да, да. В общем, короче, это центр, да. Что я тебе могу сказать? По-моему, она не очень большая фотка, или все-таки большая. Я как-то не очень могу приближать сильно в этой галерейке. Я в Яндекс.Фото, да, оно как-то странное. А вот я открыть оригинал, да, она не очень большая, оригинал сам по себе. Ну, в принципе, фото достаточно атмосферное. Видно, что Челябинск, видно, что центр, видно, что видно, что такое уже не то, чтобы... В общем, такое, знаешь, как это сейчас принято говорить, короче, именно, как же сказать, в общем, красота Туршоп, скажем так. Ну, нормально сказал. Долго выдавливал, но мне понравилось. Там лох написано на коммуне. На коммуне. Возможно, это мох. Хотя, скорее всего, лох, конечно. На коммуне, да. Мох, да, это смешно. Вот. Короче, тебе как? Вот если бы это была наша обойка? Если бы это была наша обойка, то наш подкаст, это бомж, который тут вот ночует под этими всеми штуками. И слушатели, когда темки предлагают, это вот они ему подают, так сказать, на бутылку хлеба. То есть тут даже не видно нашего... Он придет еще, наш подкаст. Он, он, он к вечеру, да, подтянется. Вот. Но на самом деле, конечно, мне все время вот вопросы возникали. Вот есть кирпичные дома, но их потом, типа, для красоты, еще облицовывают плитами небольшими. Так. То есть вот Ленпроект весь так сделан, это кирпичные дома, облицованные прямоугольниками белыми. И это причем до хрена делов. То есть это прям на цемент их шлепали туда поверх кирпича. Я думаю, что утеплительный эффект достаточно слабый, потому что там и так метровая кирпичная стена. Она и так, мне кажется, достаточно теплая. И еще облицована вот этими плитами. Вот. И, ну, видимо, это когда-то считалось красиво. Хотя я как бы и сейчас ловлю, ну, некий кайф от этого, от вот этой советскости, от вот этого, не знаю, функционализма. Вот. Потому что сейчас вот эти сайдинги цветные бездушные, которые на профиля просто крепятся, и все, это не так уже прикольно, как реально на цемент плиты. Они тоненькие, то есть они, чтобы ты понимал, где-то, я не знаю, сантиметра 4 в толщину, но все равно это целая плита. Я не знаю, бетонная она или какая, или какая-нибудь гипс. Ну, нет, гипс на улицу не делают. Видимо, да, бетонные плиты, небольшие, может быть, даже они армированные, там, чуть-чуть проволокой какой-нибудь тонкой внутри. Но суть в том, что вот этот вот кафель здесь сверху, который, это ведь не кирпичная кладка. Это, мне кажется, он кафелем еще сверху захреначен, потому что так часто бывает, когда кирпичное здание еще плиточкой обделывает. Ну, возможно, это когда, знаешь, оно было новое, оно вообще выглядело нормально. Ну, да, наверное, просто, ну, все было кирпичное и было скучно от того, что, что все кирпичное. И что-то облицовывали, как-то, то есть это просто облицовка такая была, и, ну, да, наверное, интересно. У нас вот опять же, я тебе как челябинский краевед и экскурсовод расскажу, на Кировке недалеко от Амадеуса есть здание, там типа немецкая обувь сейчас, и там оно отделано зеленым кафелем. Только это не кафель, а это именно плитка такая, ну, как бы кафель, плитка, короче, керамические изделия, и там именно есть одна часть с одной стороны, где вывеска именно этого, это немецкая обувь, где часы работы, там оригинальная плитка, там типа ей 150 лет, она такая же, как на картинной галерее, только на картинной галерее синяя красивая, а здесь зеленая красивая, а с другой стороны уже беспонтовая советская матовая, ну и как бы вот нет, чтобы табличку повесить там, где матовая плитка, а не вот где оригинальные 150-летней давности, повесили туда и закрыли. Достаточно красиво выглядит, вот это красиво, а здесь беспонтовая какая-то, это плитка такая серого цвета, ну, не знаю, это просто уже лирик, как-то долго, хотя, знаешь, кто-то должен был сказать, что наш подкаст это знак вот этого клиренса, который отваливается, больше чем 1,9 часов не делать там, на самом деле, что-то типа того. Неплохо, неплохо. Ну что, давай пойдем дальше, пойдем дальше, массив атака у меня написано. Это, кстати, из нашего патроновского чатика тема, так что у кого-нибудь... Должительно ты имеешь в виду относиться к теме? Да, старайся сейчас не допускать резких высказываний. Все, понял. В общем, группа Мэйси Фатак перевыпустила, перевыпустит или перевыпустила? Решила переиздать, видимо, еще не сделали. Альбом Мезонин в формате ДНК к его 20-летию. То есть, то есть, они взяли, ДНК это что? ДНК это же, по сути, всего лишь, ну, во-первых, так, я даже знаю, как начать-то. Просто, что такое альбом Мезонин? Или... Ну, давай так. В 98-м году Мезонин это был первый альбом в истории, который бесплатно публиковали в интернете. Так. То есть, его можно... За счет чего он еще дополнительно стал еще более известен, соответственно. Да, то есть, во-первых, это вируснулось как сам факт, что выпустили бесплатно. А во-вторых, да и... Это же и во-вторых. В общем, да, наверное, это добавило ему какой-то известности. Вот 20 лет прошел юбилей, и Месси Фатак решили переиздать его в ДНК. Ну, искусственная, понятно, ДНК. Что такое ДНК? ДНК это 4 основания. Аденин, цитозин, гуанин и тимин. И они просто взяли и закодировали во двоичном кодом. Перевели в 4-ичную систему с числением, ну, потому что 4, так сказать, основания. И, ну, вместо ноликов и единичек получились нолики, единички, двоечки, троечки. Они просто его перекодировали и, ну, то есть, связали в цепь, вот в эту красивую ДНКшную, именно с помощью вот этих оснований, 4 в том порядке, в котором, собственно, там... Но это химически делается, правильно я понимаю? Да, это делается химически, это стоит дорого. Забегая вперед, заставило 650 тысяч рублей. Рублей, долларов. За что? За одну флакончик? Да, да. Нихрена себе. То есть, даже не суть не в флакончике, а именно в перекодировании 20 мегабайт данных. Ну, то есть, это даже, они в супер беспонтовом МП3, видимо, перегнали раз 20 мегабайт. Ну, либо они на все, они перекодировали уже в нормальном качестве, и это им встало в несколько миллионов. Вот, я не знаю, насколько они могут сейчас себе это позволить, я посмотрел, у них, судя по iTunes, последний альбом вышел в 2010 году, хотя много клипов вышло в 2016, поэтому у меня закрадывается сомнение, что там по правам какой-то альбом в iTunes не попал. Видимо, они его тоже бесплатно выпустили, вот, и поэтому iTunes как бы это не очень. Вот, ну, и они тут рассуждают о том, что, это же круто, что вот, ну, это типа формат будущего ДНК, что оно переживет там хоть что, там везде могут найти там частички ДНК и прочитать, что там закодировано, потому что да. Ну, единственное сейчас устройство, которое может раскодировать, это, ну, портативное, это прибор для секвенирования РНК-ДНК Minion от компании Oxford NanoPore стоит 75 тысяч фунтов, это 6,5 миллионов рублей. Так, хорошо. Вот, и он способен проиграть. нужно неделю, чтобы мощный компьютер расшифровывал это еще. Угу, так, хорошо. нет никакой практической, кстати, я нагнал, они не в четыричный систему исчисления перевели, а в четверичный код. Это значит, что аденин это 0,0, цитозин 0,1, гуанин 1,0, атимин 1,1. Я невнимательно читал, надо было бережнее отнестись, я сам, тебе сказал бережнее отнестись, я сам допустил такое. Так просто, знаешь что, не, ну, хорошо, давай, вот сейчас последнюю мысль продолжу про то, что нет никакого этого, на чем проиграть. Ну да, нету, то есть практическая ценность на данный момент никакой, но. Практическая ценность, смотри, но, я сейчас быстро скажу, вдруг, допустим, эта хреновина, капелька этого говна, ну, с альбома я имею ввиду, попадет, условно, на пришельцев, и они смогут, а у них уже такие девайсы легчайше раскодируют, у них именно CD-плееры такие, и они ходят, слушают ДНК легчайше. И у них там, я не знаю, это я сейчас напел по моим понятиям, как Месси Фатак звучит. Вот только сейчас у меня привалилось, были проблемы со Скайпом. Остановись на том, где капелька этого говна. Так капелька этого говна, я напоминаю, капелька этого говна, попадает на инопланетянина, в смысле, на аппарат у инопланетянина, у какого-нибудь, и у него-то давно уже такие плееры, как CD-приводы, вот эти, знаешь, мы раньше CD-плееры. Он, короче, такое носит на джинсах у себя. Ему попадает такая капелька, и он слушает вообще легчайше весь альбом. Вот именно на это и надеется технический консультант Месси Фатак Эндрю Мельчур. Потому что он рассказал, что в ближайшее время на случай апокалипсиса человечество может начать сохранять не только семена растений, но и ДНК. Потому что, по его словам, в случае краха будущая цивилизация не сможет использовать компьютеры и диски людей и вместо этого может построить новые технологии на основе ДНК. Нихрена. И он решил Месси Фатак реально закрепить в аналах. Да, да. И это значит, что первой вещью, которую могут узнать наши потомки, может быть мезонин, он сказал. И на самом деле идея хранить информацию в ДНК принадлежит Михаилу Нейману, советскому физику, который публиковал свои исследования в журнале Радиотехника в 64-65 годах. Однако перенос информации удалось провести лишь в 2012 году, когда биолог из Гарварда Джордж Чорч закодировал в ДНК свою книгу. То есть это, во-первых, достаточно навулечка в общем-то в таком плане. А во-вторых, это уникалочка. То есть Месси Фатак, они... первые были в интернете, а теперь это первый альбом закодированных ДНК. Первый в космосе. Я еще... Почему я эту тему взял, кроме того, что это тема из патроновского чатика, и нужно уважительно к ней относиться, это еще потому, что вот я хотел спросить, как у тебя, но вот у нас... У меня закодировано тоже. в школьных кругах. Это очень культовый альбом был. То есть вот как бы я весь Мезонин прослушал как раз вот в начале 2000-х, еще там в седьмом-восьмом классе на уроках ИЗО. Я как сейчас помню, просто на ИЗО это было. Мы на переменах пели Агату Кристи, причем не под гитару, а капельно. Вот. И даже по ролям. А Мезонин мы слушали именно в наушнике, просто, ну, на парах, на уроках. И мне интересно, вообще можно ли это назвать поп-культурой? Ну, то есть он был в большом куше, там, трек Angel, например. По-моему, даже и Teardrop там был, если мне память не изменяет. Так. Является ли это, ну, как бы, феноменом поп-культуры того времени, или это все равно был как какой-то underground в тот момент? Мне вот это интересно. Ну, я тебе так скажу, в России вряд ли это суперпопулярная тема. Ну, то есть она очень популярная, это я не спорю. Но если бы в моем классе, как ты говоришь, делали ДНК какого-то альбома, это, скорее всего, был бы какой-нибудь баста, возможно. Ну, то есть, да, не везде. Мне просто, ну, подожди, Muse. Muse тоже, ну, не везде было популярно в то время. Ну, по крайней мере, опять же, в моем классе, если бы не Muse, то, скорее всего, был бы центр все-таки группа. Ну, понятно. То есть это, это просто, ну, напишите тоже в комментариях, как это было. Просто для меня, вот я это прочитал, я такой, ух ты, вау, супер. Тут как бы, ну да, действительно, это же суперпопулярный альбом был. А потом я смотрю, и у них как бы, ну, не сильно много нового творчества. И как бы, в общем-то, Месси Фатак, все музыканты признают, что они там сильно повлияли на музыкальную индустрию, что трип-хоп, это, ну, это круто реально, что там трики, когда начал сольным творчеством заниматься, это уже там было не то, но все равно это очень круто, и вообще он там гений. И вот даже рядом с моей мусоркой нарисовали тут в Челябинске. Да, да, опять в центре города. Ну вот, и мне просто интересно, ну как бы, все вообще осознают, кто это, что это, или тут вот, прочитали на Тижурной листе, а, это вообще что за группа, и что за альбом, и как вообще это, почему именно они, то есть, ну. А, это те из Большого Куша, ну ладно. Ну, хотя бы так, может быть, кто-то сказал, хотя Большой Куш, наверняка, это тоже, ну, не Звездные войны. Наверняка, не все его видели, не все его засмотрели до дыры, не все это считают, там, ну, каким-то явлением в кинематографе. Да, да, то есть, я бы хотел какую-то картину получить, ну, то есть, давай так, Роллинг Стоунс, там, 15 раз мультиплатиновыми все становились, там, альбомы у них, даже последние, которые они в 2016 записали, где они кучу блюзовых каверов просто записали, и все. А, вот Месси Фатак, хотя бы за рубежом, было ли это поп-культурой? Все подростки ходили, слушали Angel или нет? Я думаю, за рубежом, да, вот в России, вряд ли. Ну, да, про Россию я даже, как бы, и не смеялся, вот за рубежом, кололись ли героином под него все школьники в тот момент, или как это было вообще? Это мне, конечно, да, интересно. Да. Ну, ладно, давай, пошли дальше. Пойдем дальше. У нас, по-моему, практически две мои темки, последние. И первое, это даже не столько темка, а такой вопрос. Не знаю, насколько он философский, не философский. Вопрос на dev.tu. И типа, а где вообще старые разработчики? Где олды? Это, кстати, не Челентано нам предложил. Нам не Челентано предлагают, да. И, говорит, он две темки предложил, мы одну берем, потому что уважительно относимся. Просто забавный вопрос сам по себе, он говорит. Где олды? Я, говорит, вот работаю теперь, начал, говорит, думать недавно. Ну, думать начал недавно, понимаешь, программист. Это уже хорошо. Да, думать недавно. Вот, говорит, многие люди работают вообще-то, типа, до 65 и выше лет. А в России, и до 85. Теперь да. И, говорит, типа, я, говорит, в разных компаниях работал, и большинство людей это чуваки, которые меньше, чем 40 лет. Вот 80% чуваков в компании это тем, кому меньше, чем 40. И, типа, я вообще, говорит, вот еле-еле вот видел людей, которым там больше, чем 50. Поэтому, говорит, вот интересно вообще, в принципе, а где олды? Тут или не тут? Потому что, собственно, непонятно, куда деваются чуваки, которым больше, чем, больше, чем сколько-то лет. Где старые программисты? Где старые разработчики? В каких компаниях они работают? Я не понимаю. И, знаешь, это вопрос сродни такому, а где чуваки, у которых отчество Никитович? Вот примерно такое же. Наверное, у Никит нет детей. Вот примерно так же. Есть ли старые разработчики? Как ты ответишь на вопрос? Ну, я имею в виду не про Никитовича, а про разработчиков. А, вот ты мне хочешь, да, задать? Ну, просто я вспоминаю, я почему эту тему предложил рассмотреть тебе, потому что ты мне рассказывал про старого разработчика, да? Давай, смотри, давай так, я скажу. Да, смотри, вообще старые разработчики, вообще люди, которые занимались технологиями в советский период, ну, раз мы отматываем на сколько-то энное время назад, да, чтобы старых разработчиков получить. Это советское время, это причем еще не развитая IT, как развитое сейчас, естественно, соответственно, мы понимаем. Соответственно, мы понимаем, что чтобы такую специализацию выбрать, надо быть как минимум человеком, который как вот массив атак слушает, только ну такой, продвинутый чувак, в те времена, правильно? Мы, соответственно, берем, это значит, не обязательно, что, ну, то есть в советские времена, наверное, IT, это было не обязательно обеспеченное будущее, как сейчас, да? Не обязательно то, сё, это ты достаточно экстравагантный чувак, который выбрал IT-сферу, ну, или хотя бы математику с IT вместе, ну, математика с компьютерами связанная, там, или физика с компьютерами связанная, да? С какими-то там машинами, вот этими вот, да? Соответственно, это еще не факт, после того, как ты выбрал это в обучении, не факт, что ты дорос до какого-то чувака, который будет программистом, не факт, что ты будешь программистом, да? К своим 60 годам. Так. В общем, это все нас подталкивает к тому, что тогда еще на это не так учились, и не так сейчас чуваки работают программистами, те, которые тогда хотя бы выучились. Соответственно, их очень-очень мало вообще таких чуваков, а те, которые есть, это очень экстравагантные люди, как мы понимаем. Ну, возьмем того же Умпутуна, да? Вот. И возьмем, то есть это такие чуваки, которых их видно сразу издалека. Если у вас в компании есть чувак-программист, которому 60 лет, то вы его понимаете, видите его хорошо, он, возможно, очень токсик, не вообще, это сейчас без каких-либо отсылок к кому-либо. Он, возможно, не токсик, а наоборот, он, возможно, суперкрутой чувак. А, возможно, он и токсик, и суперкрутой чувак вместе. Вот. Так что, если такого это, то видно, а так в основном не видно, потому что их просто нет. Их очень мало. Ну, как минимум, индустрия молодая. Я думаю, это никто не будет отрицать. Как болезнь молодей. Да. В России, я думаю, они все там в 1С-ку ушли куда-нибудь. То есть 1С-ников за 50 я видел легко. Причем, ну, которые именно программируют эти комплектации, хотел сказать. Как это называется-то у них там? Конфигурации. Во, конфигурации, которые прям программируют, ну, реальных чуваков. Может быть, так. Может быть, они ушли в какое-то сисадминство жесткое. То есть, сисадминов старых тоже полно. Причем, которые, опять же, крутые чуваки. Они как бы и токсик, конечно. Ну, типа девопсы ты имеешь? Да, 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 типа девопсы. Девопсы — это громко скат. Девопсы — это те, которые сисадминствуют для того, чтобы там при ложке, например, разворачивать какие-то. А именно, я имею в виду сисадмины, которые сети поддерживают, сетевики. Я понял. Вот эти люди. Они-то, им как бы, они-то не молодеют. Им-то уже много. Они советуют. Да, некоторые наверняка уходят в радиоэлектронику. То есть, они начинают уже именно печатные платы делать. Они придумывают Raspberry Pi, Arduino, ну, и там другие такие вещи. То есть, мне кажется, если говорить о западной индустрии, они уходят уже в более стабильные штуки, типа железо. Потому что на фронт-энде надо постоянно что-то доучивать, подучивать, переучивать. Гораздо проще, когда тебе уже там за 40 лет уйти в ассемблер условный, потому что он не меняется. И просто один раз его выучить и спокойненько уже тихонечко работать и все. Это не будут яркие люди. А зато такие люди, как ты говоришь, Умпутун, Бобук, Кукуц и прочее, они, да, их видно. То есть те люди, которые именно в нашей, во фронт-энд, в веб-разработке, старые, они на виду. То есть они именно там, Тим Бернсли постоянно какую-то хреновину говорит, Брэндон Айк, который там в Мазине и в Джаваскрипте, то есть ну они, их видно. То есть наверняка есть еще больше, которых не видно, ну там, они, наверное, где-то просто сидят в крупных компаниях, типа Microsoft, Oracle, в которых нет текучки кадров. То есть откуда в стартапе взяться 50-летнему чуваку? 50-летний чувак уже сделал себе имя и скорее всего устроился в Oracle и он там тихонечко пилит ядро Oracle базы данных как бы и все. Потому что только он один уже и умеет это делать. Ну ты имеешь в виду засыпает на работе в какие-то моменты. Ну, я думаю, вот мне почему-то кажется, мы сейчас описываем с тобой таких чуваков, у которых вряд ли есть кранчи, которые реально шляпу надевают просто и уходят. И все, я говорю, это похрену. Я думаю, что он вовремя уходит. Он прям вот именно пробило, он встал и пошел, потому что уже 20 лет так уходит. Да, максимум git commit M, git push и все. То есть вот это в лучшем случае. А в худшем как бы уже завтра может быть, когда саму задачу доделают. Поэтому вопрос, а вот да, что касается России, тут просто индустрия достаточно молодая. Я думаю, эти люди, они кто куда разбрелись. Ну, давай так, я знаю лично нескольких программистов, которые на радиозаводе у нас работали, которые сейчас максимально не работают по специальности. Кто-то занимается народными промыслами, там шьет. Кто-то там, так я не знаю. Ну, как бы разные есть люди. И, ну, камон. То есть это просто, ну, люди меняют сферу, потому что это действительно быстро текущая сфера и достаточно тяжело в ней оставаться и вариться. Вот как-то так. Ну, окей. Идем к последней теме. Последняя тема. Современная веб-разработка. Выбери себе приключения. На самом деле, тему предложил я по бреду. То есть, опять же, надо уважительно относиться, казалось бы. Но я сам к своей теме не очень хочу уважительно относиться. Она достаточно, ну, не то чтобы пустоватая, она какая-то обо всем и ни о чем. Это пишет на блоге Авито, на компании Авито на Хабре. Короче, здесь о том вообще, о том, что в принципе, чтобы сейчас заниматься веб-разработкой современной, вот на данную секундочку, тебе надо сделать небольшое исследование каждой части твоей разработки, собственно. Значит, здесь красивый рисуночек такого бородатого чувака, который действительно современной веб-разработкой хочет заниматься. Он такое смотрит на карту приключений, на карту сокровищ. Здесь вся, опять же, статья завязана на шутке про то, что долго делаем фичи. Вот это, типа, считается зашкваром. Долго делаем фичи, так не должно быть. Значит, от идеи до прототипа. Первый абзац. Здесь рассказывается про то, что, короче, чуваки сначала просто мы делаем первый свой проект, напарываемся на дерьмо, он не взлетает, тратим силы, забиваем на него и понимаем, что надо все планировать. Так вот, и, короче, для начала в веб-разработке выбираем технологии. Выбираем язык программирования, строим такую в real-time board. Знаешь, такой инструмент в real-time board, Саня? Ну, я видел, но не пробовал. Ну, это просто, короче, борда, по сути, на которую ты можешь накидывать дерьмо, где всякие там стрелочки уходят. Короче, практически по Шерлоку накидывать план преступления. Вот, то есть, только план на разработке. Значит, язык. Выбираешь язык под свой стартап, значит, думаешь, на чем буду писать, модный, функциональный, Haskell, Erlang, Lisp, в скобочках, очень модный среди дедушек старше 70. Очередной убийца JS. Ну, очередной убийца JS не подойдет, потому что на следующий год придет новый убийца JS. Ну, ты понимаешь, короче. В общем, сложно на таком укрепиться и команду найти. Берем PHP, PHP плохо масштабируется, вспоминаем Facebook, бла-бла-бла, в общем, рисуем такую диаграмму. Выбираем Go, Rust, например, что-нибудь такое быстрое, модное, молодежное, опять же, которое все в 100 потоков классно делает, но слишком низкоуровневое, и просто делаем, и мы просто долго делаем фичи, он пишет. Какой-нибудь язык нам все равно придется выбрать, поэтому в итоге выбираем JavaScript. Окей, выбрали JavaScript, идем к базе данных. База данных там, опять же, думаем, что брать, MySQL, Postgre, Oracle, что берем, думаем, документная, может быть, не документная база, какая, что мы хотим. В итоге медленно делаем фичи, короче, в итоге все равно, короче, взяли, что мы взяли, я так и не понял, короче, взяли какую-то базу, какую-нибудь, он написал, то есть без разницы, видимо, какую реалиционную, не реалиционную, бахнули. Потом, если что, когда-нибудь перелезем на другую. В скобочках спойлер, никогда. Ну вот, например, у меня в компании мы перелезли, у нас была, напоминаю, stack msql php, вот не побоюсь этого слова, точнее, postgrephp, по-моему, что-то такое, короче. Ты мне postgrephp да-да-да. Да, postgrephp перелезли на Python, то есть это на Python Mongo, это, соответственно, можно, это можно, короче, делать, это делают. Окей, архитектура. Дальше опять думаем, что делать, микросервисы сложно, возможно, будет дерьмо, тем более, что не хотим разделять вообще наш проект на микросервисы, потом задолбаешься с ними жить, короче, делаем монолит по старинке, короче, монолитную архитектуру. Монолит нормально масштабируется, пока не очень много разработчиков. Ну, короче, опять же, хрен знает, в результате медленно делаем фичи, опять же. Фичи, ну, короче, тем не менее, все сводится к тому, что медленно делаются фичи. Что-то не выбирай, короче, какая была бы архитектура, какой бы JavaScript, какой бы база данных, значит, где запускать проект? Опять же, ну, по-модному, по-модному, делать в облаке, а то пацаны засмеют, если не в облаке сделаешь. Ну, опять же, что здесь? Amazon, не Amazon, короче, самое главное здесь, надо понять, что они именно деление на проекты не хотят, точнее, деление проекта на отделы не хотят делать, потому что отделы – это сепаратизм, здесь написано. Типа, вот не нравится чувакам из Авито именно делить на отделы свой проект. Соответственно, делаем такую хреновину, которая работает, видимо, ну, в облаке, но, короче, подходит для всей команды, хрен знает, короче. В общем, берем команду дальше. Это такая стартапная тема, абсолютно. Берем команду, короче, хотели бы, в принципе, набрать всех умпутунов, бэкэнд-ниндзю, стократный разработчик, суперпрофессионал, но, опять же, если наберем таких чуваков, вся команда будет токсичной эпиджоны, как здесь написано, которые ничего не будут делать, создадут плохую атмосферу в коллективе. Либо идеалисты, выстраивающие по крупицам безукоризненную архитектуру, которая там досвидост, которую потом не сдвинуть с места, которую, короче, никак не поменять, и это вообще плохо. В итоге, берем обычных чуваков, нормальных, стандартных чуваков, которые нормально делают фичи, немедленно. Вот. Короче, но, опять же, сильно не задрачиваем их писать код, точнее, чтобы, короче, они писали код в разном стиле. Нам надо смотреть, чтобы они писали все в одном стиле. Иначе они будут очень долго вымерять, какие кто фигурные скобочки где поставил и так далее. Соответственно, ориентируемся на какой-то отдельный, на какую-то одну вики, все вместе. Иначе, иначе будем медленно делать фичи, как он и говорит. Ну вот, далее тестирование. Quality assurance. Значит, что мы делаем? Мы можем вообще забить, говорит, на QA специалистов, они нам нахрен не нужны. Делаем так. Но, если так делаем, все плохо, все ломается, короче, в итоге ничего не выпускаем. Нанимаем все-таки какой-то отдел QA специалистов, пишем какие-то юнит-тесты. Но QA смотрят за всей хренью, короче, и у нас есть такие понятия, как min-time to recover и min-time between failures. Соответственно, короче, ну, типа, либо тебе QA специалист говорит, у нас все сломалось, и мы сейчас выкатывать не будем, потому что баги в релизе, либо у тебя есть такая, типа, выкатили, поняли, что все сломалось, откатили назад. Но, чтобы такая была, это нужно очень гибкую. Короче, проще держать QA, которые будут говорить, что баги или не баги. Вот. Соответственно, отдел QA это сепаратизм, так как это новый отдел. Приходим к тому, что у нас нет такого типа отдела, у нас есть команды, короче, кросс-функциональные команды, короче, которые образуют, как бы, кружки по интересам, которые внутри каждой команды ты каждого специалиста надорачиваешь на то, чтобы вот, смотрите, у нас классная команда, классный стэк, короче, нам интересно всем работать. В итоге получается какой-то такой супер-стартапный проект, который везде, в нем хотят все работать, достаточно дефолтный язык, JavaScript, достаточно дефолтные технологии взяты, короче, с этим можно начинать работать. Все, собственно, вывод, круть, из любой ситуации можно найти выход, вот смотрите. Компромисс, хренис. Авито-то говна не напишут, так сказать, поэтому интересно это, конечно, все. Можно сейчас про каждую вот эту штуку, конечно, комментировать, каждую схемку, вот, но да, это, конечно, все мы знаем, как делаются разработки, все мы знаем, как это обычно бывает, с какими проблемами приходится сталкиваться, и Авито не исключение, у них, видимо, тоже такие же проблемы и все так же. Ну да, тем более, что вот мы недавно, опять же, кто слушает наш опыт, кто недавно, наверное, сидит, но на самом деле недавно, хотя бы несколько подкастов назад слушал тему про то, как дубльгисы делали для Apple Watch приложку. Да, кстати, хорошая тема была, То, короче, они же тоже практически стартап, давай накидаем туда-сюда, быстро сделали, мини-прототип уже замутили и погнали. Но у дубльгисы есть очень много опыта уже в делании проектов, соответственно, они там могут себе позволить вот так хоп-хоп-хоп развернуть, тем более, у них там все есть, технологии, уже есть специалисты, которые все делают, и они уже там на энтузиазме накидали. Вот, соответственно, тоже и Авито, наверное, у них тоже есть какие-то такие вещи, ну, опыт какой-то, и, короче, вот они делятся, собственно. Ну и круто, и пусть делятся. Митозом и миозом. Из всего этого можно было подчеркнуть только одно. Чуваки, делайте, пробуйте, и что-то у вас обязательно сработает и будет классно. Ну охренеть теперь. Спасибо за совет. Ну да, я о чем и говорю, что я сам свою темку должен был уважительно, но не очень, не очень. Хотя красиво, вроде заголовок, интересный, все такое. Еще можно в громкую поставить. Ну знаешь, уже берем тему, чтобы в громкие их делать. Современная веб-разработка все такое. Да, ну что, к обойке, да? Ну да, я уже свернул. Для начала надо вообще изумиться, понять, что здесь, и потом будем искать подкаст. Давай, я просто, давай смотри, ты расскажешь, что здесь, а я скажу, где подкаст наш. Ну а потом ты можешь сказать, где подкаст наш. Да, у меня тоже есть одна версия. Мы видим здесь барную стойку, это такой прям бар, все помыто, все чистенько, ни одного абрыгана, который уснул случайно за стойкой. Обблевался. Конечно, да, ничего такого, ничего подобного. Все напитки исключительно благородные, куча разных стаканов, бокалов, подвешенных, в том числе, сверху. Кофе. Машина большая, рожковая, куча кранов для пива, причем реальных куча кранов. Я не представляю, как они там разбираются под столом. Ну как отличают? Ладно, можно хоть там маркером, например, хоть логотипы наклеить, но как там внутри именно это все подсоединено, я боюсь, там спагетти, кот полный. Ну короче говоря, да, вот мы видим такой бар и нет клиентов пока. То есть это, видимо, перед сменой все происходит. Да, ну тут можно просто в такой обойке вообще раздолье для того, чтобы находить подкаст наш и так далее. Ну я скажу свою версию. Вот если ты приблизишь более-менее на самой стойке, здесь стоит такой, короче, именно бутылочка, но она не с бухлом, а с каким-то соусиком. Возможно, острый. Ты имеешь на мишка? Он, я не знаю, он мишка, я хрен не знаю. С желтым колпачком. С личиком, да, с личиком. Это медведь. Это медведь. И не поверишь, это я именно, моя версия тоже именно про него. Тоже оно? Ну давай я хотя бы докончу именно чайф-то. Конечно, конечно. Так вот, короче, суть в том, что он как бы, понимаешь, скорее всего там вкусный достаточно, возможно, острый соус. Возможно, он добавляется как сироп, ну как типа смесь какого-нибудь коктейля достаточно жесткого. Этот коктейль в принципе любят, возможно, это фишка этого бара. И так же, как и наш подкаст. Это, понимаешь, такая изюминка. Такая изюминка в вашей жизни, условно говоря. И, кстати говоря, почему любят, можно понять, почему любят, потому что в этом соусе достаточно много отпито, отъедено от соуса. Он уже практически на донышке. Как вы помните, такой мем. Так вот, практически на донышке этот соусик, его любят заказывать, он дружелюбный, стоит, никого не трогает. Если его бахнуть просто на язычок, можно умереть, скорее всего. Вот. Его подмешивают в какой-нибудь сложный коктейль, который называется суровый. Вэп. Суровый коктейль какой-нибудь, да? Вот. Короче, вот это, мне кажется, вот это наш подкаст. Вот это хреновинка. Мне так нравилось твою версию слушать. На самом деле, это мед. И он поэтому в медведе, потому что медведи любят мед. А почему он красный какой-то досвидос? А, ну он типа темный мед. Он подзасахаренный просто, конечно. То есть, это мед на самом деле. Может быть, это именно какой-нибудь цветочный мед, там, знаешь, с корицей. То есть, это же Америка наверняка. Мало ли каких-то медов. Но я почему знаю, потому что в теории большого взрыва Шелдон из такого же медведя, только из маленького, добавлял себе мед. И там как-то сакцентировали внимание именно, что это мед. То ли он там болел, то ли что-то такое. Поэтому мне отложилось, что... Может, он бухал. Тоже, может быть, коктейль суровый выпил, да. Ну так вот, наш подкаст это ложка меда вообще в вашей жизни или бочка меда. Ну, в бочке дегтя, да. Я так и думал. То есть, вот весь этот бар это жизнь, а наш подкаст это мед, с которым все как бы вот вкуснее, лучше и полезнее. Неплохо, неплохо. Согласен. Опять, между прочим, скайп тупил. Я сегодня, когда они меня спросят в итоге, как вы считаете, как можно оценить этот звонок, я прям одну звезду из пяти поставлю, потому что прям... Я думаю даже... Ну, хотя нет, зрители-то наши уже не услышат, потому что я все равно твою дорогу звуковую возьму, и там-то не будет ничего тупить на самом деле, потому что там-то ты говорил. Вот. Но тем смешнее будет мою неадекватную реакцию слышать на то, что ты говоришь что-то. Я говорю, что-то тупило, короче. А они-то как бы слышали это, да. Да. Короче, вот он, наш подкаст. И да, мы будем с вами сейчас прощаться. Увидимся через неделю. Мы, как обычно, выходим в пятницу. По четвергам у нас премьера для наших патронов. И по пятницам теперь будет премьера на Ютьюбе вместе с комментариями в виде, так сказать, трансляции. Даже мы иногда попадаемся там в комментариях. Я вот на той неделе сидел там, общался с вами, так что приходите. Хотя, опять же, если вы это слушаете, вы уже пришли. Причем вы уже пришли и дослушали до самого конца, поэтому обращаться здесь, это, конечно, такое. Не очень продуктивно, но да, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, там, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке. В Гугл Плюс теперь не подписывайтесь, мы знаем, что его закрывают, поэтому мы прекратили всяческую деятельность там. В iTunes ставьте нам звездочки, пишите отзывы, на Ютьюбе тоже пальцы вверх, колокольчики, вот это все. Увидимся в пятницу, через неделю. С вами были Александр Гончаров и Никита Доросов. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова